В подобное, Джао на мгновение замер, он не думал, что все повернется подобным образом. Похоже, что даже его весьма уникальными способностями могли пожертвовать в угоду политическим дивидендам. Тем не менее, Джао прекрасно знал, что Мую и Танцзе довольно-таки спокойные, а также рассудительные люди. Более того, после пережитого вместе они явно не станут ему лгать. Поэтому глава клана Будда посмотрел на Мую и спросил, но, большой брат, зачем они поступают подобным образом? Какие выгоды эти люди могут получить от этого? Мую же горько улыбнулся и сказал, а какая тут может быть польза? По их мнению, им довольно-таки полезно отрезать мощного поставщика оружия от нашей фракции Му. Честно говоря, по моему мнению, таким людям не стоит доверять управление миром сокровищ. Однако традиция есть традиция, и я ничего не могу с этим поделать. Услышав это, Джао покачал головой с горькой улыбкой и сказал, я не ожидал, что в мире сокровищ меня будет ждать нечто подобное. Подождите, а что тогда ждет царство бессмертных и полпусов? Тем не менее, услышав подобное, Мую покачал головой и сказал, за них можешь не волноваться. В мире сокровищ существует весьма четкое правило, как следует относиться к нашим вассалам. Поэтому всякий, кто осмелится нарушить его, окажется жестко наказан. Так что царству бессмертных и народу полпусов ничего не угрожает. Джао же выдохнул, тогда все в порядке, ведь все, что я должен делать, это просто исследовать море. В таком случае мне и охрана не нужна. Естественно, что Мую не ожидал услышать подобное. Так что сначала он ошарашенно замер и лишь затем произнес, младший, не делай этого. Ядовитый пурпурный яд и темные облака очень мощные, даже старшие мастера могут сильно пострадать, попав в них. Что уж говорить о тебе. Джао же слегка улыбнулся, а потом ответил, большой брат, не стоит так сильно волноваться. Во-первых, у меня есть весьма мощные артефакты с огромной защитой, а во-вторых, я являюсь пространственным колдуном, и если что-то пойдет не так, то просто вернусь обратно. Впрочем, Мую все еще продолжил настаивать на своем. Подобный план не сработает, ведь если пойдет что-то не так, мир сокровища в самом деле понесет довольно-таки ощутимую потерю. Вот только, услышав подобное, Джао горько улыбнулся, а затем глубоким голосом произнес, если я не пойду, то уверен, что эти люди найдут что-то куда более ужасное. Тем не менее, если мне в самом деле удастся найти в море что-то действительно ценное, то разве подобная находка не станет крайне полезной для мира сокровищ, так что можете не волноваться, со мной все будет в полном порядке. Тем не менее, Мую все равно покачал головой, тогда Джао нетерпеливо сказал, большой брат, позвольте сказать вам правду, даже если бы меня не заставляли уйти, то я бы воспользовался этой возможностью и ушел бы сам. Все, что можно было увидеть в землях хаотической войны, я уже лицезрел, так что мне очень и очень скучно. Поэтому мне бы и в самом деле хотелось бы отправиться в новые места за необычными вещами. Мую же посмотрел на Джао и спросил, ты действительно так хочешь пойти? Если все действительно так, то тебе придется самому рассказать об этом моему наставнику, я не могу взять на себя столь огромную ответственность. Джао в свою очередь слегка улыбнулся, а потом сказал, хорошо, я все равно думал о встрече со старейшиной Му. Услышав подобное, Мую покачал головой и сказал, если ты уйдешь, то можешь не волноваться о звезде голубого дерева, я присмотрю за этим местом. Джао же слегка улыбнулся и ответил, если я и в самом деле уйду, то заберу всех детей с собой. В конце концов, это также своего рода уникальный опыт, после этих слов Мую горько улыбнулся и сказал, тебе и в самом деле лучше бросить эту затею. Ладно, просто забудь об этом. Давай выпьем и отправимся к наставнику. Все четверо еще некоторое время просто болтали, так Джао удалось узнать, что главным противником фракции Му является фракция Шин и ее предводитель Шин Вейде. Он довольно-таки много раз сражался с Муя, пока они оба не достигли стадии долголетия. Естественно, что после этого прямые конфликты стали уже невозможны, и поэтому началась закулисная борьба и интриги. Вот только несколько лет назад что-то пошло не так, и главный ученик Шина Вейда оказался убит. Тем не менее, тот до сих пор так и не смог найти людей, причастных к этому инциденту. Однако Шин Вейд подозревал, что за всем этим стоит фракция Му. Вот только никаких доказательств у него не имелось и возможности отомстить не появлялось. Впрочем, теперь, когда Муя вот-вот должен был лишиться своей власти, фракция Шин готовилась сделать свой ход. Естественно, что Муя также недолюбливал Шин Вейда. Однако ради стабильности Мира Сокровищ он предпочитал бездействовать. Более того, его фракция обладала куда большей силой и возможностями. Естественно, что при таком раскладе Шин Вейди не осмеливался заходить слишком далеко, хотя ему действительно очень сильно не нравился Муя. С другой стороны, он также не являлся глупцом и в первую очередь переживала благополучие Мира Сокровищ. Тем не менее, на этот раз Муя боялся, что Шин Вейди захочет расправиться с Джао, так как тот не являлся его учеником. Безусловно, глава клана Будда проделал громадную работу для Мира Сокровищ, однако все его заслуги приписывались фракции Му. Разумеется, что при этом положение самого Джао лишь ухудшалось. Кроме того, на последней войне глава клана Будда уж слишком хорошо проявил себя. Поэтому вполне естественно, что он пользовался определены уважением среди молодого поколения. Разумеется, что Шин Вейди не мог просто сидеть сложа руки и смотреть, как фракция его противника стремительно набирает популярность. Иными словами, он должен был избавиться от Джао. Шин Вейд не мог расправиться с Мую, так как тот являлся первым мастером молодого поколения. Иными словами, попытка устранить его вызовет значительное недовольство у многих экспертов, достигших стадии разделения духа или даже долголетия. Но с Джао все иначе. Во-первых, он чужак в мире сокровищ. Во-вторых, у него нет наставника, достигшего стадии долголетия. И в-третьих, Шин Вейди не знал, что глава клана Будда способен превращать отходы обратно в полезные материалы. Именно поэтому Джао и должен был быть тем, кто отправится в экспедицию, из которой еще ни разу никто не вернулся. Осознав ситуацию, в которой он оказался, глава клана Будда тяжело вздохнул. Судя по всему, на самом деле Шин Вейди не такой уж плохой человек. Просто из-за смерти своих учеников он превратился в самого настоящего параноика и теперь постоянно ждет удара со стороны фракции Му. После того, как четверо парней немного выпили и отдохнули, Джао вместе с остальными отправился в главный лагерь. В данный момент у Муя имелось довольно-таки много дел, ему следовало передать все текущие документы Шин Вейду. Тем не менее, увидев, что к нему пришло четверо молодых мастеров, Муя не мог не замереть. Однако потом он, взглянув на главу клана Будда, с удивлением спросил, «Джао, зачем ты пришел? Что-то не так». Тот, в свою очередь, слегка улыбнулся и произнес, «Я рад видеть старейшину Му. Тем не менее, у меня назрел довольно-таки важный вопрос, и мне хотелось бы обсудить его с вами». Муя же посмотрел на Джао и сказал, «В чем дело?» Что-то случилось, Джао же слегка улыбнулся, «Старейшина, я услышал, что, вероятно, появится возможность отправиться исследовать моря поля битвы Ваньдзе. Ну так вот, мне бы хотелось отправиться в эту экспедицию». Услышав подобное, Муя сначала замер, а потом посмотрел на главу клана Будда и произнес, «Нет, ты не можешь этого сделать. Если с тобой что-то случится, то это станет огромной потерей для всего мира сокровищ». После этого Джао горько улыбнулся и сказал Муя, что хочет забрать с собой и всех своих учеников. Когда Муя услышал эти слова, то оказался еще больше ошарашен. Он посмотрел на главу клана Будда и произнес, «Джао, неужели ты действительно хочешь уйти, ты уверен?» Старший мастер прекрасно понимал, что глава клана Будда полностью уверен в своих силах, иначе он бы не стал бы брать с собой у своих учеников. Джао же кивнул и ответил, «Да, я уверен, пожалуй, не стоит так волноваться, разве этот младший когда-либо вас подводил?» Муя же, взглянув на Джао, внезапно рассмеялся, «Да, кто знает, может этот младший просто-напросто стал слишком самоуверенным и ему необходима хороша встряска. Впрочем, если таково твое решение, то я не стану тебя останавливать. Однако все, что ты услышал, не более чем наши предположения. Мы не можем сказать со сто процентов уверенностью, что именно планирует Шин Вейде». После этих слов Джао улыбнулся и сказал, «Даже если бы мне не разрешили идти, то я все равно пошел бы». Тем не менее, старейшиному у этого младшего тоже есть что сказать вам. «Безусловно, вы делаете все, чтобы поддержать спокойствие в мире сокровищ, но порой вам все же стоит демонстрировать свою силу и решительность». После этих слов глаза старейшины сузились и он, глядя на Джао, спросил, «Младший, к чему ты клонишь?» Глава клана Будда в свою очередь произнес старейшина, «Если на этот раз старший мастер Шин Вейде отправит меня, то что ему мешает поступить точно так же с кем-то еще?» А ведь сейчас для мира сокровищ невероятно важен буквально каждый сильный эксперт, и любая потеря может оказаться самой настоящей катастрофой, ведь силы ткачей и гигантов не повержены. Да, последние сбежали, но они ведь могут в любой момент вернуться. Ткачи же и вовсе не понесли действительно ощутимых потерь. Сказав это, Джао на мгновение остановился, а затем продолжил, «Если выразить несколькими словами все, что я пытаюсь сказать, то действительно ли Шин Вейде видит всю картину целиком и беспокоится о мире сокровищ, раз он решил отправить куда подальше того, кто приложил огромные усилия ради победы в прошедшей войне». Глава 1530. Подготовка к путешествию. Джао совершенно спокойно стоял в центральном зале. Прошло уже два месяца с тех пор, как он был здесь в прошлый раз. Стоит упомянуть, что Муя не стал винить главу клана Будда за весьма резкие слова. Наоборот, он отнесся к ним даже с одобрением. Месяц назад старейшина официально завершил передачу своих полномочий Шин Вейду, и тот стал лидером мира сокровищ на следующие 10 лет. Джао также присутствовал и на самой церемонии передачи. Ранее он считал Шин Вейда довольно добрым парнем, но со своими тараканами в голове. Однако этот человек оказался довольно-таки мягкой и утонченной особой с огромной тенью высокомерия на лице. После участия в церемонии передачи Джао вернулся на «Звезду голубого дерева». Что же касается того, как начал жить главный лагерь под властью нового лидера, то тут все было несколько неоднозначно. С одной стороны, Шин Вейди не стал отменять решение, принято ему Я, но с другой сместил всех людей, назначенных предыдущим старейшиной, и назначил на их места своих подчиненных соратников. Иными словами, он делал все возможные, чтобы минимизировать влияние фракции ему. Естественно, Джао понимал, почему Шин Вейди действовал подобным способом. Все-таки на следующие 10 лет именно он будет являться лидером всего мира сокровища и ему необходимо опираться на верных людей. Тем не менее, порой он уж слишком спешил. Впрочем, можно сказать, что данная смена власти прошла относительно тихо и не затронула никого, кроме смещенных Шин Вейди экспертов. Сегодня же Джао прибыл в центральный зал, так как решался вопрос с исследованием моря. В последний раз Джао разговаривал с Муя не в этом месте, а в доме старейшины. Поэтому никто не знал о его планах отправиться в столь опасное путешествие. Осталось еще около 10 дней до появления необходимых условий, но мир сокровищ уже определил кандидата. Как и ожидал Муя, им стал Джао. Джао знал, что, когда Шин Вейди приказал именно ему отправиться в экспедицию, многие выступили против этого решения. Однако тот продолжал в довольно-таки жесткой манере продавливать свою точку зрения. И так как Муя не стал вмешиваться, Шин Вейди достиг своей цели. Тем не менее, глава клана Будда совершенно не волновался из-за всего этого, так как прекрасно знал, каким именно будет решение. Однако Джао также прекрасно знает, почему Муя ничего не предпринимал. Все дело в том, что Шин Вейди пока не сделал ничего чрезмерного. Именно поэтому фракция Му бездействовала. Впрочем, это не значит, что Муя отступил. На самом деле старший мастер желал одним мощным ударом уничтожить высокомерие Шин Вейди. Однако для этого ему нужна была очень хорошая возможность, такая, чтобы Шин Вейди не мог отвертеться. Хотя Муя не хотел сражаться с Шин Вейди, чтобы не нарушать стабильности мира сокровищ, но последний становился все более и более безумным. Иными словами, Джао был совершенно прав. Если сегодня Шин Вейди осмелился избавиться от главы клана Будда, то завтра он может попытаться сделать то же самое с Мую. Хотя Муя не хотел связываться с Шин Вейди, но он не мог себе позволить просто проигнорировать происходящее. Изначально старший мастер планировал попросту убить своего противника, не дожидаясь каких-либо более выгодных условий. Однако, поговорив с самим главой клана Будда, Муя понял, что тот совершенно не против отправиться исследовать неизвестные и невероятно опасные моря. Поэтому старший мастер отказался от изначального плана и решил выждать хорошую возможность. Весь главный лагерь находился под наблюдением Джао и естественно, он прекрасно знал о планах Муя. Тем не менее, глава клана Будда не стал винить его в нерешительности. Наоборот, он поддерживал именно вот такой вот подход. Итак, поскольку было принято решение отправить Джао исследовать моря, Шин Вейди отправил Муя, чтобы тот сообщил обо всем главе клана Будда и прислал его в центральный зал. Вот только, если раньше Джао мог войти в главный зал, как к себе домой, то сегодня он простоял возле него полтора часа, но так и не был вызван. Тем не менее, глава клана Будда не волновался и не злился. Он знал, что нечто подобное могло произойти, и ему не стоит ожидать добросердечного приема. Однако, после всего этого его мнение о Шин Вейди стало намного хуже, причем не только в его глазах. Что за человек Джао? Весь мир сокровищ знал о его заслугах. Тем не менее, он не был так же популярен, как Мую. Однако, тот факт, что Муя позволил ему входить в главный зал, когда тому понадобится, свидетельствовал действительно о многом и, разумеется, что никто не возражал. Но Шин Вейди вмиг отменил подобную привилегию. Более того, Джао уже ждал куда больше, чем обычные посетители. Безусловно, подобное отношение также показывало куда больше, чем сотня тысяч сказанных слов. Хотя все в мире сокровищ знают, что Джао член фракции Му, но им также известно, что между главой клана Будда и этой силой не существует таких уж крепких связей. Джао не являлся учеником Муя, а все, что он получил, досталось ему по праву. Да, глава клана Будда поддерживал хорошие взаимоотношения с Мую и Танзи, однако из фракции Шин он никогда не ссорился. Тогда к чему все это? Естественно, Джао прекрасно слышал недовольство людей из мира сокровищ, стоявших возле него. Тем не менее, благодаря их словам он еще больше успокоился, и поэтому сейчас стоял с закрытыми глазами и совершенно невозмутимым лицом. Со стороны даже могло показаться, что Джао спит. Впрочем, на самом деле он общается с Каир. Последняя как раз занималась погрузкой детей на Плутон, так как клан Будда хотел забрать их с собой. После того, как они все уйдут, на звезде голубого дерева останется лишь несколько роботов, чтобы присматривать за полями с различными медицинскими травами. Последние были посажены вместо овощей и различных зерновых. Так как Джао и остальные покидали это место, то и выращивать здесь продукты не стоило. С другой же стороны, лекарственные травы с годами становились только лучше и лучше. Поэтому, даже вернувшись через несколько лет, можно собрать довольно-таки хороший урожай. Более того, все монстры, выпущенные на звезде голубого дерева, оказались убиты и возвращены в пространственную ферму. Первоначально эти звери использовались в качестве мяса. Поэтому, если все оставить так, как есть, то монстры настолько расплодятся и съедят все, что только можно, тем самым уничтожив экосистему планеты. Примерно год назад Джао познакомил Джулию с внешним миром. Да, она все еще оставалась немного дикой, но уже могла отличить правильное от неправильного и более или менее походила на обычного человека. В то время как Джао наблюдал за изменениями на звезде голубого дерева, из центрального зала донесся голос «Джао, проходи». Естественно, после этого глава клана Будда открыл глаза и вошел в помещение. Когда Джао прибыл в центральный зал, то увидел, что Шенвейди сидит на главном месте и при этом выглядит так, словно является повелителем вселенной. Иными словами, у него настолько много власти, что он способен переписывать законы мироздания. Тем не менее, глава клана Будда сложил кулаки и приветствовал Шенвейди. «Джао, рад приветствовать старейшин, но позвольте узнать, зачем вы вызвали меня». Шенвейди посмотрел на главу клана Будда, а потом холодным голосом произнес «Джао, ты разве первый день в мире сокровищ?» «Как можно не знать о правильном приветствии?» «Впрочем, забудь, сейчас речь не об этом». «Через десять дней появится окно, позволяющее отправиться исследовать моря поля битвы Ваньцзя. Поэтому мы решили поручить это задание тебе. Есть ли у тебя какие-либо возражения?» На что Джао, слегка улыбнувшись, ответил «Нет, у меня нет никаких возражений. Я с радостью исполню ваши указания». Услышав подобный ответ, Шенвейди оказался крайне ошеломлен. Он думал, что Джао станет отказываться. Тем не менее, Шенвейди посмотрел на Джао и сказал, «Для мира сокровищ это весьма важный вопрос, поэтому если ты не уйдешь вовремя, то мы сурово накажем тебя». Джао в свою очередь слегка улыбнулся, «Не стоит волноваться, я отправлюсь вовремя. Можете быть в этом полностью уверены». Все это время Джао продолжал улыбаться. Он делал это, когда вошел в зал и когда получил столь опасное задание. Что ни говори, а подобное поведение не могло не вызывать подозрения. Тем не менее, Шенвейди посмотрел на главу клана Будда и спокойным голосом произнес, «Можешь идти готовиться. Однако не затягивай, на этот раз не только мы собираемся отправиться исследовать море, так что не смей опаздывать с отплытием». После этих слов старейшина передал главе клана Будда нефритовую табличку, и тот покинул центральный зал. Когда Джао ушел, Шенвейди нахмурился и, обращаясь к старшему мастеру, что сидел рядом с ним, спросил, «Третий брат, что думаешь, почему Джао настолько спокоен? Неужели он не знает, насколько опасно это задание?» Тот в свою очередь нахмурился и ответил, «Он не может не знать». «Да, у нас не было тесных контактов с Джао, но насколько нам известно, он весьма опытный человек, побывавший во многих экстренных ситуациях, поэтому как он может не знать об опасностях моря?» «Да, даже если ему и в самом деле ничего не известно, то неужели фракция Му не предупредила его?» «Не думаю, что Муя не рассказал Джао о результатах прошлых экспедиций». Шенвейди, услышав это, также нахмурился, а потом произнес, «Изначально я хотел использовать Джао, чтобы заставить Муя начать действовать, но не ожидал, что этот парень просто согласится взяться за столь сложное задание». В ответ же старший мастер, сидящий рядом с ним, произнес, «Ничего страшного не случится, даже если Джао возьмет на себя это задание и уйдет, это никак не помешает нашим планам». Ведь он столько сделал для фракции Му, однако они не сделали ничего, чтобы хоть как-то защитить его. Безусловно, для них это станет довольно-таки серьезным ударом». Шенвейди, в свою очередь, кивнул и сказал, «Да, на этот раз фракция Му и в самом деле понесет большие потери». Вот только в этот момент другой старший мастер, сидящий на последнем месте, взглянул на Шенвейди и сказал глубоким голосом, «Брат Шен, я не возражаю против атак на фракцию Му, но тебе лучше не трогать, Джао». Да, этот парень сделал довольно много для Муя, но и ради мира сокровищ он сделал не меньше. Более того, всем это прекрасно известно, так что если мы поступим подобным образом, то можем поставить в сложное положение уже самих себя. Шенвейди же взглянул на этого человека и холодно усмехнулся. Возможно, он и присоединился к миру сокровищ в действительно довольно-таки трудный момент, однако прежде всего этот парень член фракции Му, и это самое главное. Услышав эти слова, старший мастер понял, что так ничего и не добился. Все дело в том, что хотя Шенвейди выглядел как довольно мягкий человек, но на самом деле он был невероятно упрям и не умел слушать других людей. Тем временем Джао вышел из центрального зала и направился к транспортному массиву, после чего уже через некоторое время вернулся на звезду голубого дерева. Прибыв на место, он достал нефритовую табличку и изучил ее. Как оказалось, внутри находились координаты места, из которого стартовала экспедиция. Причем находилось оно довольно далеко от главного лагеря мира сокровищ. Иными словами, если он хочет успеть, то ему следовало поторопиться. Более того, исследованием моря занимался не только мир сокровищ. На самом деле это делал альянс нескольких больших миров. Каждый из них отправлял для участия молодого и знаменитого мастера. Последним же приходилось работать совместно, независимо от того, какие взаимоотношения между их мирами. Естественно, Джао мог бы добраться до ближайшего транспортного массива и уже оттуда отправиться к месту сбора. Вот только на все про все у него уйдет не менее 10 дней, так как ближайший телепорт находился довольно-таки далеко. Глава 1531. Только тебя одного. Кроме того, Атму Юджао знал, что обычно человека, отправляющегося в экспедицию, сопровождают весьма значительные силы. Нет, они не боятся, что тот мог сбежать. Просто путешествия по полю битвы ваньцзи сами по себе довольно-таки опасны. Но, похоже, Шинвейди даже не думал выделять какую-либо охрану. Естественно, что все участники экспедиции вполне могли добраться до места ее старта и самостоятельно. Однако при этом они тратили уж слишком много сил и времени, что не самым лучшим образом сказывалось на репутации их пространств. Конечно же ранее многие миры намеренно опаздывали и не успевали принять участие в экспедиции. Однако после этого на них начали оказывать давление остальные пространства. Поэтому со временем все жалобы на гибель молодых и перспективных экспертов утихли. Можно сказать, что это исследование моря стало соревнованием между всеми мирами поля битвы ваньцзи. Джао спокойно смотрел на поверхность звезды голубого дерева. Сейчас здесь остались лишь роботы, однако их глава клана Будда мог вернуть практически в любое время. После того, как все было готово, Джао отвел Плутона в главный лагерь. Как он и подозревал, Шенвейди действительно не собирался отправлять старшего мастера, чтобы сопровождать его. Впрочем, пусть все это остается уже на его совести. Джао прекрасно осознавал, что Шенвейди хочет создать ему как можно больше проблем, и именно поэтому глава клана Будда прибыл в главный лагерь, чтобы лично сообщить о своем отправлении к месту встречи. Тем не менее, и в этот раз ему пришлось довольно-таки долго прождать у входа в центральный зал. А ведь вопрос, с которым он пришел, не имел столь огромной важности и мог быть решен всего лишь за несколько секунд. Вот только Шенвейди намеренно делал вид, что занят ну чрезвычайно важными проблемами. Когда Джао наконец вошел в центральный зал, Шенвейди все еще сидел на том же самом месте в окружении еще нескольких старших мастеров, поприветствовав всех присутствующих, глава клана Будда глубоким голосом произнес старейшины, Джао прибыл сообщить, что готов отправиться в путь. Скажите, имеются ли у вас какие-либо последние указания для меня? Услышав это, Шенвейди посмотрел на Джао с довольно-таки сложным взглядом. По сути, он не имел ничего против главы клана Будда. Можно сказать, что если бы не его связь с фракцией ему, то Шенвейди использовал бы Джао для укрепления своей власти. Однако сейчас подобное попросту невозможно, поэтому Шенвейди глубоким голосом произнес, иди, не опозорь мир сокровищ. После этих слов Джао кивнул, а затем развернулся и ушел. Естественно, что все это услышали и несколько экспертов, достигших стадии разделения духа, так что они вышли на улицу, чтобы спросить, куда именно направляется Джао. Ранее уже ходили слухи, что глава клана Будда должен будет оправиться исследовать моря-поля битвы в Аньдзе, однако большинство не верили в них, так как они казались весьма абсурдными. Все-таки принять человека в свое пространство в качестве награды за совершенные подвиги, а потом, через пару лет отправить его на смерть, это попросту недостойно большого мира. Да и звучит весьма унизительно. Но теперь, когда Джао снова здесь, они, естественно, хотят спросить, правдива ли эта новость. Однако, получив утвердительный ответ, эксперты на стадии разделения духа оказались в некотором замешательстве. Но потом поднялся довольно-таки серьезный шум. Очевидно, что Шенвейди услышал его, так как его фигура быстро появилась перед центральным входом, после чего он взглянул на взбудораженный экспертов и громко сказал, «Почему так шумно? Вы что, забыли где находитесь?» Разумеется, что после подобных слов все замерли и посмотрели на Шенвейди, но затем один из них вышел вперед и, поклонившись, произнес, «Просим прощения за то, что побеспокоили старейшину Шина. Тем не менее, пожалуйста, скажите, вы действительно хотите отправить Джао исследовать море?» Услышав это, Шенвейди посмотрел на эксперта, а потом слегка нахмурился. Этот человек не принадлежал ни к фракции ему, ни к фракции Шина. Поэтому старший мастер не мог себе позволить обидеть его. Так что он спокойно произнес, да, после длительных обсуждений ассамблея старейшин решила поручить именно Джао заняться исследованием морей. Вот только, услышав эти слова, эксперт, достигший стадии разделения духа, глубоким голосом сказал, «Старейшина Джао ведь совершил столько немыслимых поступков ради мира сокровищ. Разве с его силой и талантами мы можем позволить ему исследовать море?» «Старейшина, пожалуйста, измените свое решение». Как только прозвучали эти слова, другой человек также воскликнул. «Старейшина, пожалуйста, измените свое решение». Шенвейди не ожидал, что все может обернуться подобным образом. Он совершенно не ожидал, что глава клана Будда настолько популярен. Тем не менее, в этот момент старший мастер заметил самого главу клана Будда и не мог не разозлиться. Он решил, что вся эта сцена была буквально таки подстроена и невероятно неплохо отыграна. Как только он подумал об этом, то тут же холодно фыркнул. «Это решение ассамблеи старейшин, и я не имею права что-либо менять лишь потому, что мне это захотелось». Покинув толпу, он вернулся в центральный зал. Отношение Шенвейди оказалось настолько жестким, что никто даже не ожидал чего-то подобного. С другой стороны, Джаажи слегка улыбнулся. Он в любом случае собирался отправиться исследовать моря поля битвы в Аньцзе, однако не мог себе отказать в удовольствии значительно подпортить жизнь Шенвейди. Впрочем, эксперты, достигшие стадии разделения духа, оказались невероятно разочарованы. Ведь старейшина проигнорировал не только заслуги главы клана Будда, но и их личную просьбу. Иными словами, это стало довольно-таки существенным ударом по их гордости. Тем временем, глава клана Будда, воспользовавшись возможностью, обратился к экспертам, вступившимся за него. «Господа, пожалуйста, послушай меня». После этих слов все присутствующие посмотрели на него, а Джаа довольно-таки вежливым голосом произнес «Спасибо, что вступились за меня». Тем не менее, решение уже принято, и мы все должны уважать его. Поэтому, пожалуйста, не конфликтуйте с ассамблеей старейшин. Эти два года я был довольно-таки рад провести в мире сокровищ, и мне и в самом деле все нравилось. «Но теперь мне настала пора покинуть вас. Впрочем, кто знает, может через некоторое время мы сможем встретиться вновь». После этого Джаа сложил кулаки, прощаясь с толпой, ушел к транспортному массиву и исчез. После этих слов эксперт, достигший стадии долголетия, значительно побледнел, но потом он холодно взглянул на центральный зал и сказал «Пойдем». Все дело в том, что если бы не слова Джааа, этот человек и в самом деле мог ввязаться в конфликт с ассамблеей старейшин, и это ничем бы хорошим не закончилось. Естественно, что в первую очередь для него самого. Тем не менее, все присутствующие прекрасно понимали, что слова Джааа об их встрече в будущем являлись не более чем утешением. Ведь с подобных экспедиций еще никто не возвращался. Так что в сердцах экспертов стадии долголетия поселилось огромное чувство недовольства, направленное на Шенведе. Разумеется, что хотя старший мастер вошел в центральный зал, он прекрасно знал, что происходило снаружи. Безусловно, если бы все эти люди пришли к нему, то он определенно воспользовался бы этой возможностью, чтобы еще сильнее подорвать авторитет фракции ему. Тем не менее, слова главы клана Будда довольно-таки сильно удивили его. Безусловно, что он уж точно не ожидал услышать подобное из его уст. Однако сейчас Шенведе холодно фыркнул и сказал, что бы ты ни задумал, твоя судьба уже предрешена. Старший мастер считал, что все это стоило того. Однако в глазах остальных четырех экспертов стадии долголетия его поведение казалось несколько нелогичным. Эти старшие мастера уже довольно стары, но не глупы. Причина, по которой они сотрудничали с Шенведе, заключалась в том, что таким образом их группа могла получить намного больше выгоды. Однако с тех пор, как ученик Шенведе умер, он начал становиться все более и более безрассудным. К примеру, он винил в случившемся исключительно фракции ему. Вот только данный инцидент произошел на поле битвы в Антзе, и истинная причина могла быть какой угодно. От слишком сильного монстра до вражеского эксперта с любого из враждебных к ним миров. Тем не менее, Шенведе винил исключительно фракции ему, ну разве это не странно? И в глазах большинства экспертов Муя, даже являясь лидером мира сокровищ, довольно-таки неплохо относился к Шенведе. Так он не использовал всю полноту своей власти, чтобы угнетать фракцию Шен. С другой же стороны, сам Шенведе в невероятно короткие строки после получения должности тут же начал повсюду теснить людей из фракции ему. Безусловно, это само по себе создавало далеко не самую лучшую славу вокруг фракции Шен. Вот только на этот раз, когда он зашел уж слишком далеко. Джа не являлся действующим членом фракции Му, просто он появился в мире сокровищ в довольно тяжелое время и сумел своими силами добиться значимых результатов. А так как шла война, и за всем происходящим наблюдало огромное количество миров, Муя просто не мог не вознаградить его. Иными словами, все действовали в интересах прежде всего мира сокровищ, а не своих собственных, однако Шенведе не мог этого видеть. Он по-прежнему хотел убрать Джа, и поэтому поставил перед ним смертельную задачу. Более того, потом довольно-таки жестко отреагировал на просьбы нескольких экспертов стадии разделения духа, а ведь именно кто-то из этих парней в будущем станет старшим мастером. Подумав обо всем этом, старейшины не могли не посмотреть друг на друга. Никто из них не ладил с Шенведе буквально с самого первого дня, так как последний никого не слушал. Нет, безусловно, он являлся довольно-таки разумным человеком, однако его упрямство не могло не раздражать. Естественно, в определенный момент подобный человек рано или поздно совершит фатальную ошибку и потянет за собой всех остальных, вот только старшие мастера не являлись глупыми ослами, чтобы не видеть всего этого. Разумеется, у них имелся свой собственный план, но они пока этого не показывали и совершенно спокойно продолжали болтать с Шенведе, хотя и понимали, что все их слова не более чем пустые звуки. Глава 1532. Старший мастер преграждает путь. Когда фигура главы клана Будда появилась на площадке транспортного массива, кто-то немедленно произнес «Я рад видеть мистера Чжао». Когда же тот осмотрелся, то заметил эксперта, который принадлежал к небольшому миру, что назывался Шуэнцзи. Естественно, это было вассальное пространство мира сокровищ. Самым важным человеком в этом главном лагере являлся Хуан Тиньпинг. Разумеется, он все еще не достиг стадии долголетия, но уже добрался до разделения духа. Тем не менее, это не мешало являться ему самым главным. Все-таки в обычных мирах старшие мастера лишь сидели на поле битвы в Анцзи и занимались своим собственным самосовершенствованием. Что же касается территории мира Шуэнцзи, то она находилась на самом юге земель мира сокровищ. Можно сказать, что они управляли приграничной территорией. Тем не менее, глава клана Будда все еще не достиг своей цели. Просто дальше он должен будет двигаться своим ходом, вот только этот участок пути куда менее безопасен. К этому моменту Чжао намного лучше понимал отношение больших миров к исследованию морей. Да, в такие экспедиции всегда отправляли довольно-таки известных молодых мастеров, однако еще ни разу в них не участвовал кто-то действительно очень и очень важный. Что касается сотрудничеств между совершенно неизвестными тебе людьми, то, безусловно, это не более чем пустые слова. Учитывая атмосферу, царящую на поле битвы в Анцзи, уже будет хорошо, если они не поубивают друг друга в первый же день. Однако Чжао не воспринимал все это всерьез. Учитывая его нынешние силы, он вполне способен отправиться исследовать моря вполне самостоятельно и без чьей-либо помощи. Перекинувшись с Хуан Тиньпингом несколькими словами, глава клана Будда покинул главный лагерь мира Шуэнцзи. У него осталось все меньше и меньше времени, так что он не мог тратить его зря. Покинув земли мира Шуэнцзи, Чжао направился к месту сбора. Оно находилось довольно-таки далеко от земель мира сокровищ. Впрочем, чтобы добраться туда, требуется куда меньше времени, чем 10 дней. Однако только при условии, что ничего не произойдет посреди пути. Тем не менее, глава клана Будда выпустил несколько серебряных игл, чтобы избежать попадания в подобные ситуации. Таким образом он мог успеть попасть в нужное место в кратчайшие сроки. Причина, из-за которой Чжао должен прибыть на место встречи в установленное время, заключается в том, что если он опоздает, то окажется довольно-таки сурово наказан. Безусловно, если бы с ним был Муя, то Чжао, естественно, не опасался бы подобного. Тем не менее, Муя никогда не допустил бы, чтобы его ученик отправился в столь опасную экспедицию. Поэтому Шен-Вейди даже не пытался совершить что-то настолько безумное. Как только Чжао вышел из главного лагеря мира Шуэнцзи, он сразу же выпустил Плутон и отправился в путь. Его целью являлся небольшой остров на берегу моря. Также стоит отметить, что сейчас Плутон стал настолько известен, что даже его внешний вид мог отпугнуть большую часть мелких и средних проблем. Во время последней войны Чжао и в самом деле сделал себе имя, и теперь никто не смел недооценивать его. Безусловно, сейчас он являлся одним из самых известных молодых мастеров поля битвы Ваньцзи. Впрочем, на этот раз Чжао выпустил Плутона не просто так. Он хотел, чтобы дети, находящиеся внутри корабля, могли полюбоваться окружающими пейзажами. Естественно, что сейчас девушки также находились на корабле. Более того, огромное количество нежити вполне успешно поддерживало порядок среди детей. Как только Чжао выпустил Плутона, эти неживые создания немедленно открыли окна на лодке и позволили детям выглянуть наружу. Естественно, что детям тоже было довольно-таки любопытно. Что неудивительно, ведь дети всегда оставались детьми при любых обстоятельствах, им и в самом деле казалось любопытным все новые или необычные. Чжао проверил ситуацию на корабле при помощи своей ментальной силы и не мог сдержаться от улыбки. Естественно, что детям было довольно-таки полезно расширять свой кругозор подобным образом. Лаура встала рядом со своим возлюбленным и, повернув голову, посмотрела на детей, а потом слегка улыбнулась. Брат Чжао, эти дети очень хороши, но на этот раз тренировка для них также довольно важна. Поэтому я надеюсь, что на нас кто-то нападает, и они смогут увидеть битву между настоящими мастерами. Чжао же слегка улыбнулся, а потом ответил. На данный момент мы все еще находимся в землях мира Шуэнцзи, и, разумеется, что мало кто рискнет сунуться. Разве что кто-то совершенно отчаянный или действительно очень могущественный. Услышав это, Лаура засмеялась, а Джулия посмотрела на главу клана Будда и произнесла. Брат Чжао, а если нас остановит старший мастер, ты позволишь мне сразиться с ним? Чжао, в свою очередь, не смог вот так сразу ответить на этот вопрос. Он повернулся, чтобы посмотреть на Джулию, и горько улыбнулся. Он не думал, что девушка окажется настолько воинственной. Да, он очень хорошо знал ее силу, но после входа в пространственную ферму она еще больше возросла. Так что теперь даже сам Чжао не был уверен, сможет ли он одолеть Джулию. Глава клана Будда посмотрела на Джулию, но потом все же ответил. Ну, если у нас действительно возникнут проблемы, то я позволю тебе драться. Услышав эти слова от Чжао, Джулия сразу же с волнением ответила. Отлично, спасибо. После этого она обняла Чжао и поцеловала его, чем рассмешила всех остальных. Джулия, самая живая из всех девушек Чжао, но она все еще оставалась немного наивной. Тем не менее, девушка нравилась как главе клана Будда, так и всем его супругам. Плутон летел вперед, по пути им встречалось довольно-таки много экспертов. Кто-то, увидев корабль, немедленно убегал, кто-то просто игнорировал его, а кто-то приветствовал Чжао и всех остальных. Естественно, что глава клана Будда обязательно возвращал приветствие. Вскоре Плутон покинул земли мира сокровищ, но Чжао не стал снижать скорость. Впрочем, теперь он стоял не на носу, а разместился на палубе за столом с вкусными блюдами и вином. Естественно, рядом с ним находились девушки и Мошин. Правда, если все остальные пили вино, то этот парень только ел. Чжао поднял бокал красного вина, сделал глоток и осторожно поставил его на место, а потом сказал «На этот раз, если мы отправимся исследовать море, то как минимум сможем заполучить для пространственной фермы токсичный туман и темные облака. Ну, а как максимум обнаружить новые земли и основать новую крепость в заморских странах?» Лаура же кивнула и сказала «Я думаю, что не только это. Ну не может не быть в море монстров или чего-то подобного. Так что мы вполне могли бы собрать их. Хотя найти новый континент намного выгодней», Луиза же с улыбкой сказала «За два года пространство достигло 270 уровня, то есть набрало 20 полных уровней. Ранее мы не могли и мечтать о подобном. Что ни говори, а сестра Джулия действительно очень удивительная». Та в свою очередь улыбнулась и ответила «Ничего существенного. Если пространственная ферма будет улучшаться, то это очень хорошо и для меня». «Эй, почему никто не приходит к нам, чтобы создавать неприятности?» Когда Джулия сказала эти слова, то все засмеялись, но в этот момент Каэр вдруг произнесла «Не стоило так говорить. Похоже, что нас и в самом деле решили задержать не самые хорошие люди». Как только она сказала это, Джулия не смогла удержаться и с волнением и спросила «Где? Кто? А они точно пришли к нам?» Каэр же слегка улыбнулась «Скорее всего, ведь в противном случае я совершенно не понимаю, зачем старшему мастеру стоять на нашем пути. Впрочем, примерно через 10 минут вы и сами все можете увидеть». Услышав подобное, Джа просто не мог не вскрикнуть «Старший мастер, неужели они думают, что этого будет достаточно?» Каэр, услышав подобное, улыбнулась и сказала «А что в этом такого?» «Может быть они думают, что твой последний поединок со старшим мастером попросту закончился уж слишком рано, так что им будет достаточно лишь вымотать нас длительным поединком». В конце концов, у старшего мастера куда больше энергии. Джа в свою очередь слегка улыбнулся «Это и в самом деле немного интересно. Хорошо, тогда давайте посмотрим, с кем нам придется иметь дело». Как и говорила Каэр, через 10 минут они и в самом деле увидели эксперта в серой одежде. Джа посмотрел на этого эксперта, а потом глубоким голосом спросил «Могу ли я узнать, зачем Старший мастер блокирует наш путь?» Услышав подобное, эксперт стадии долголетия оказался невероятно ошарашен. «Нет, глава клана Будо вроде как говорил правильные вещи, вот только он делал это, находясь в обществе сразу же нескольких прекрасных дам. Поэтому Старший мастер с некоторой обидой выкрикнул «Умри». Джа же слегка улыбнулся, а потом произнес «Уж слишком многие хотят забрать мою жизнь, так что прошу, скажите хотя бы кто вы и за что вам так хочется меня убить?» Однако Старший мастер лишь пробурчал «Ты говоришь слишком много глупостей, просто умри». Как только он произнес эти слова, то немедленно атаковал главу клана Будо. Тем не менее, в тот же момент прозвучал кокетливый смех и Джулия устремилась вверх. Она еще как-то сдерживалась, пока Джа разговаривал со Старшим мастером, но после того, как тот начал действовать, поняла, что уже можно приступать к самому интересному. Глава 1533. Использование костного трансплантата. Безусловно, Старший мастер даже никогда не думал, что его противником окажется не Джа, а одна из девушек. Это и в самом деле оказалось довольно-таки неожиданно. Тем не менее, теперь, когда на пути его ударов стала Джулия, Старший мастер и в самом деле хотел проверить, на что же она способна. Тем временем девушка застыла на месте, а ее правая рука превратилась в костяной клинок. Однако уже через мгновение она нанесла удар, и мощная атака Старшего мастера оказалась рассеянной. Более того, Джулия устремилась вперед и контратаковала. Девушка прекрасно понимала, что ее сила может раскрыть себя в полной мере лишь в боях на близких дистанциях. К тому же, теперь она могла рассчитывать и на помощь пространственной фермы. Так что ее фигура вспыхнула и в мгновение ока оказалась рядом со Старшим мастером. Разумеется, что ее соперник оказался действительно поражен. Он не думал, что скорость Джулии настолько высока. Тем не менее, он взмахнул рукой, и в ней появилось довольно-таки длинное копье. Естественно, он тут же нанес удар, а как только Джулия немного отступила, возле него одновременно появилось еще несколько магических артефактов. Впрочем, девушка являлась королевой зергов и не собиралась вот так просто отступать. Она тут же сократила дистанцию и отразила летящие в нее дротики при помощи своих дредов. Более того, не стоило забывать, что все четыре конечности девушки могли становиться смертельным оружием. Безусловно, что Старшему мастеру было довольно-таки сложно сражаться против подобного противника. Все-таки бои экспертов велись на средней или дальней дистанции. Естественно, существовали и те, кто специализировался именно на ближнем бое, однако если говорить о процентном соотношении, то таких мастеров на поле битвы в Антзе было очень и очень мало. Но самое главное, что сила Джулии совершенно не уступала его собственной, и он не мог разорвать расстояние между ними даже при помощи магических артефактов. Тем временем Джа и все остальные остались на Плутоне и не вмешивались в происходящее. Разумеется, что сейчас дети также наблюдали за сражением, но не своими глазами, а при помощи проекций, что создавала пространственная ферма. Эти дети очень хорошо знакомы с Джулией. С тех пор, как она вошла в пространственную ферму, девушка перестала есть людей, но ей очень нравились дети. Так что она довольно-таки часто посещала школу. Поэтому совершенно неудивительно, что сейчас дети довольно-таки эмоционально болели именно за Джулию. К тому же им действительно нравилось, что она настолько сильна. Тем не менее, Джа видел, что Джулия до сих пор не прикладывала максимум усилий. Похоже, она планировала насладиться этим поединком по максимуму. Однако Джа также знал, что одолеть подобного противника не так уж легко. Поэтому сейчас глава клана Будда внимательно наблюдал за окружающей их обстановкой и готовился перехватить старшего мастера, если тот попытается сбежать. А вот у последнего не имелось возможности размышлять над сложившейся ситуацией. Ему ведь приходилось сражаться с Джулией. Он пытался использовать несколько разных методов, но так и не сумел разорвать дистанцию между ними. Вот таким вот образом эти двое сражались уже больше часа. Но за это время старший мастер понял, что ему не хватит сил одолеть и эту даму, и Джа. Иными словами, ему необходимо сбежать, чтобы спасти свою жизнь. Думая об этом, старший мастер стиснул зубы и направил в сторону Джулии несколько артефактов. Бум! Внезапно, магические инструменты попросту громко взорвались. Естественно, это был довольно специфический трюк, которым пользовались довольно-таки нечасто. Он наносил весьма серьезный урон, но являлся обоюдоострым клинком. Все дело в том, что при его применении эксперты все еще использовали свои ментальные силы на артефактах и естественно получали довольно-таки серьезные повреждения. Теперь же, когда Джулия заставила старшего мастера использовать подобные трюки, она уже могла гордиться собой. Естественно, что, применив самоуничтожение магических артефактов, он надеялся нанести девушке несколько серьезных ран или же и вовсе убить ее. Но на этот раз он совершил ошибку. Джулия, королева зергов и подобно насекомому, могла наращивать себе хитиновый панцирь на любом участке тела, поэтому взрыв не сумел нанести ей какого-либо ощутимого урона. Естественно, что старший мастер попытался воспользоваться этой возможностью, но как только он отлетел достаточно далеко, перед ним внезапно появился Джао. Тот не использовал какого-либо магического оружия, однако у него на руках оказались одеты металлические перчатки, а на ногах аналогичные им сапоги. Разумеется, что в данный момент старший мастер испытывал сильнейшее уныние. Он довольно-таки много сражался с различными экспертами, но все битвы проходили на средних или дальних дистанциях. Однако сегодня Джулия и Джао продемонстрировали ему совершенно иной стиль ведения боя. В данный момент старший мастер сражался с главой клана Будда, но через некоторое время к их битве присоединится и пришедшая в себя девушка. А ведь Джулия уже и так нанесла ему несколько ран. Так что с каждым новым мгновением положение старшего мастера лишь ухудшалось, тем не менее, это не значит, что все уже решено. Нет уж, старший мастер, прошедший стадию разделения духа, способен отделить часть своей духовной сути и внедрить ее в свое оружие. Таким образом, в то время, как его копье совершенно самостоятельно сражалось с Джао, сам старший мастер вел битву с Джулией. Вот только при всем этом он все равно ничего не мог противопоставить Джулии. Во-первых, ближний бой явно являлся его слабостью, а во-вторых, у него имелось несколько ранений. Безусловно, при таких условиях девушка рано или поздно одержит победу. Что же касается Джао, то он стремился отправить копье старшего мастера в пространственную ферму. Данное оружие не могло состоять из простых материалов, к тому же, сейчас оно содержало частичку души своего владельца. Джао же очень сильно стремился изучить процесс разделения духа. Тем не менее, все эксперты, достигшие стадии разделения духа, не пользовались подобным приемом, так как лишь учились разделять свою духовную суть. Однако сейчас главе клана Будда выпала прекрасная возможность узнать что-то действительно интересное и важное. Тем не менее, сделать это довольно-таки непросто. Во-первых, он не мог взять и убить старшего мастера, так как вместе с ним умрет и частичка души в оружии. Во-вторых, сейчас копье обладало довольно-таки огромной мощью, и запихнуть его силой в пространственную щель очень сложная задача. Разумеется, что в то время как Джао сражался с копьем, он не забывал следить и за Джулией. Сейчас девушка обладала существенным превосходством. Да, старший мастер пытался всеми силами сбежать от нее, однако Джулия то и дело настигала его. Можно сказать, что ее победа являлась не более чем вопросом времени. Джао атаковал несколько раз, но копье также неплохо защищалось. Однако в какой-то момент глава клана Будда махнул рукой и обмотал оружие железной цепью. Естественно, что никакого особого урона он таким образом не нанес, но копье на некоторое время замерло. Это продлилось лишь несколько мгновений, однако Джао все же успел открыть пространственную трещину и забросить в нее оружие. Так как старший мастер был связан со своим копьем, он внезапно почувствовал себя несколько потерянным. Естественно, что Джулия не могла не воспользоваться этой возможностью, и поэтому уже через мгновение костяной крюк проткнул горло старшего мастера. Тем временем пространственная ферма сообщила, «Внимание, обнаружен универсальный дух-помощник». «Внимание, дух-помощник крайне агрессивен, запускаю процедуру украшения». «Процедура активирована». «Внимание, дух-помощник постепенно ослабевает из-за отделения от основного тела». «Настоятельно рекомендуется, чтобы хозяин обеспечил его новым вместилищем». «Внимание, костяные растения способствуют росту духа помощника». Как только Джао услышал эти слова, он оказался в полном восторге. Ранее он никогда не знал, для чего можно использовать костяные растения. До того, как пространственная ферма достигла 250 уровня, глава клана Будда использовал универсальный анализатор. Вот только в ответ он услышал, что нынешнего уровня недостаточно. Но сегодняшний ответ его действительно обрадовал. Поэтому совершенно неудивительно, что Джао был вне себя от радости. Поэтому он тут же захотел переправить универсального духа помощника в своего серебряного союзника. Однако он совершенно не ожидал, что не сможет этого сделать. Естественно, что Джао оказался довольно-таки шокирован. Но в это время он услышал новые сообщения от пространственной фермы. Поскольку серебряный посох является частью хозяина, то ни один дух не может присоединиться к нему. Услышав подобное, Джао не мог не нахмуриться, но затем он немедленно разложил копье на составляющие и получил два новых вида ресурсов. После этого глава клана Будда последовал тем же путем, что и при изготовлении иглы змеиного духа. Иными словами, он собрал копье обратно, использовав дополнительные материалы. Затем Джао посадил в него духа и добавил костяные растения. Как только он это сделал, глава клана Будда почувствовал, что дух и в самом деле очень и очень рад. Разобравшись с этим вопросом, Джао превратил старшего мастера в нежить. После чего посмотрел на него и глубоким голосом спросил «Из какого ты мира?» Бессмертный, услышав эти слова, поклонился Джао и произнес «Я из мира призраков». На этот раз мне приказали убить молодого мастера. Джао, услышав это, оказался невероятно ошеломлен. Мир призраков, значит они решили взять на себя инициативу и навлечь на себя неприятности. Впрочем, сейчас не время заниматься ими. Хорошо, направляйся вниз, ты станешь еще одним наставником для детей. После этих слов Бессмертный кивнул и ушел. Джао кое-что знал о мире призраков. Техники, которые они использовали, основывались на энергии Инь. Однако обычно их эксперты применяли различные артефакты, завязанные на различной нежите и призраках. Иными словами, старший мастер, которого они отправили, являлся довольно-таки особенным, раз он пользовался исключительно длинным копьем и стандартными артефактами. Причина же, по которой Джао попросил его заняться обучением детей, заключалась в том, что у некоторых из них имелась склонность к энергии Инь. Вот только в распоряжении главы клана Будда имелось не так уж много высокоуровневых экспертов, способных заняться их обучением. Изначально Джао хотел найти и прибить нескольких особых мастеров с подробными навыками, однако теперь в этом больше не было какой-либо необходимости. Разобравшись с этими вопросами, Джао вышел из пространственной фермы и вернулся на Плутона. Корабль все еще довольно быстро двигался вперед, а девушки даже никуда не уходили. Увидев, что глава клана Будда вернулся, к нему подошла Каэр и быстро сказала, «Джао, теперь мы уже знаем о пользе костяных растений. Но должны ли мы что-то сделать?» Джао же спросил, «Сделать что-нибудь? И что именно?» Каэр в свою очередь улыбнулась и сказала, «Брат Джао, неужели ты забыл, что в адском пространстве то и дело появляется новый огонь души? Разве это пламя не является своего рода духом? Нежить низкого уровня, такая как скелеты, не обладают интеллектом или мудростью. Но если мы возьмем их пламя души и поместим в оружие, а потом начнем развивать с помощью костяных растений, то через некоторое время получим что-то действительно очень хорошее. Когда Джао услышал эти слова, то на некоторое время задумался, но потом нерешительно кивнул и сказал, «Хорошо можешь попробовать, однако действуй крайне осторожно. Более того, начни с небольшого количества. Для начала нам необходимо убедиться, что этот метод и в самом деле работает». На что Каэр ответила, «Не стоит так волноваться, я позабочусь об этом». Услышав это, Джао кивнул и глубоким голосом спросил, «Как дети? Что они сейчас делают?» Каэр улыбнулась и ответила, «Они обсуждают увиденную ими битву. Тем не менее, сейчас их силы все еще слишком скромные, чтобы полностью понять произошедшее, даже если попытаться им все объяснить. Так что не стоит особо волноваться». После этих слов Джао кивнул и глубоким голосом сказал, «У нас осталось не так уж много времени, поэтому давайте немного ускоримся, а все остальные вопросы отложим до нашего возвращения из этой экспедиции». Лаура также услышала эти слова и поэтому просто не могла не спросить. «Мир призраков очень хорош в использовании призраков, но со всей остальной нежитью им справиться куда сложнее. Так что вполне возможно, что эти парни попросту позавидовали нам и решили разузнать наши секреты. Кажется, что миру призраков довольно-таки интересно узнать, как же тебе, брат Джао, удается контролировать так много нежити». Джао же кивнул и сказал, «Давай вернемся к этому вопросу чуть позже. Для начала мне бы хотелось узнать, насколько огромен океан поля битвы Ваньцзи». Глава 1534. Гора Ваньцзиа. Гора Ваньцзиа – это, по сути, невысокий холм, покрытый огромным количеством довольно-таки странных камней. В этом месте концентрация духовной ци очень низкая. Безусловно, для поля битвы Ваньцзи это более чем странное место. Сейчас на горе Ваньцзиа стояло более дюжины человек, половина из которых обладали действительно огромной мощью. Иными словами, эти эксперты являлись старшими мастерами. Что же касается всех остальных, то эти парни являлись людьми, достигшими стадии разделения духа или истинными мастерами. Правда сейчас на их лицах вы могли увидеть огромную печать уныния. Эти парни пришли сюда, чтобы принять участие в новой экспедиции. Безусловно, далеко не все миры могли позволить себе отправить эксперта, достигшего стадии разделения духа. Поэтому они и прислали истинных мастеров. Разумеется, все эти молодые мастера прекрасно понимали, куда они пришли, и что ничего хорошего в будущем их не ждет. Поэтому сейчас их лица и казались настолько уродливыми. В какой-то момент далеко на горизонте появился большой корабль, но так как он летел довольно быстро, то через некоторое время достиг горы Ваньцзиа. Когда же его увидели собравшиеся здесь эксперты, то их лица практически мгновенно изменились. На данный момент это судно приобрело довольно-таки огромную известность на поле битвы Ваньцзи. И всякий, кто видел его, мог подумать лишь об одном человеке, Джао из мира сокровищ. Разумеется, что через некоторое время они увидели и самого главу клана Будда. Его фигура покинула судно и приземлилась рядом с ними. Джао рад приветствовать всех собравшихся. На этот раз я также получил приказ принять участие в исследовании моря, так что надеюсь на наше плотное сотрудничество. Когда старшие мастера услышали эти слова, то оказались весьма ошеломлены. Они озадаченно посмотрели друг на друга, но увидели лишь полное непонимание происходящего. Ни для кого не секрет, сколько Джао сделал ради мира сокровищ. Но тогда зачем же избавляться от настолько преданного и талантливого эксперта? Может быть лидеры мира сокровищ сошли с ума? Естественно, что один из старших мастеров посмотрел на Джао и глубоким голосом сказал, «Я не ожидал, что мир сокровищ захочет отправить тебя. Ха-ха-ха, хотя это их выбор, не нам его оспаривать». Честно говоря, никто из присутствующих не станет возражать против участия Джао в экспедиции, так как им это выгодно. Джао же в свою очередь слегка улыбнулся и ответил, «Исследование моря – большое событие для всех миров, поэтому, естественно, что для участия в экспедиции выбирают только лучших из лучших. Разумеется, у меня все еще не так много опыта, однако я надеюсь, что сумею с достоинством справиться с этой задачей». Услышав подобное, старший мастера задаченно посмотрел на Джао. Он прекрасно понимал, что исследование морей – это практически гарантированная смерть. Но неужели Джао настолько наивен, или может быть он просто не боится умереть? Безусловно, никто из старших мастеров не знал, о чем на самом деле думает Джао, а тот не хотел им этого говорить. Поэтому глава клана Будда посмотрел на всех присутствующих и спросил, «Старейшины, все ли собрались или мы еще ждем кого-то?» В ответ же он услышал, «Нет, еще не все. Мир призраков и мир кукол все еще не прислали своих представителей, но уверен, что они прибудут уже в ближайшее время». Джао в свою очередь кивнул и, глядя на туман, нависший над морем, произнес, «Хотя со стороны наша задача кажется довольно-таки бессмысленной, на самом деле она важна как никогда. Сейчас все миры, находящиеся на землях хаотической войны, могут жить относительно спокойно лишь потому, что пять крупнейших царств не могут договориться между собой. Однако, если им удастся заключить хотя бы временный союз, то мы обречены. В этом случае нашим единственным путем к отступлению окажется именно океан, однако, чтобы воспользоваться им, мы сейчас обязаны отыскать безопасный путь, как для себя, так и для всех остальных. Чтобы наши миры наконец могли вырваться из этой захлопывающейся ловушки. Старшие мастера не ожидали, что Джа вдруг скажет что-то подобное. Некоторые из них оказались весьма ошеломлены. Один из них же вздохнул, а потом произнес, «Мы все это прекрасно понимаем, но преодолеть пурпурный туман и темные облака очень и очень сложно. За столько лет мы потеряли огромное количество молодых мастеров, но все равно продолжаем пытаться, так как верим, что рано или поздно нам повезет, и они смогут обнаружить выход из земель хаотической битвы». Когда старший мастер произнес эти слова, все эксперты, которые должны были участвовать в экспедиции, еще сильнее побледнели. Джа же посмотрел на них и лишь улыбнулся, но ничего не сказал. В этот момент Джа почувствовал, что на гору Ванцзя пришли еще две очень мощные ауры. Безусловно, они могли принадлежать лишь старшим мастерам. Конечно же, вскоре четыре человека появились у горы Ванцзя, причем они летели на темном облаке, из которого то и дело вырывались ужасающие крики призраков. Тем не менее, когда они приблизились, то все увидели, что они стояли на спине гигантской черепахи, но не на настоящей, а на металлической, и вокруг нее так и витала темная энергия. Однако эта черепаха двигалась и изгибалась, как настоящая. Иными словами, она мало чем отличалась от обычного зверя, но что больше всего удивило главу клана Будда, черепаха также обладала аурой старшего мастера. Что ни говори, а все это довольно-таки странно и в то же время весьма удивительно. Вскоре черепаха прибыла на гору Ванцзя. Естественно, что новоприбывшие не могли не заметить Плутона. Однако они на это практически никак не отреагировали, и лишь лица экспертов мира призраков немного скисли. После того, как четверо экспертов опустились на Землю, старший эксперт, который разговаривал с Джоа раньше, глубоким голосом произнес, «Хорошо, раз вы оба здесь, то давайте уже отпустим детей». Однако в этот момент эксперт мира призраков неожиданно сказал, «Подожди, я хочу кое-что спросить у Джоа. Почему твой артефакт висит выше других? Ты, что, смотришь на нас свысока?» Джоа же посмотрел на него и слегка улыбнулся. «Прошу простить мне эту оплошность, я не имел в виду ничего такого. Просто мои жены, узнав куда именно меня отправили, решили последовать за мной. Так что сейчас они находятся на моем магическом артефакте, и соответственно я не могу его убрать». Когда все услышали эти слова, то оказались крайне ошеломлены. Никто не ожидал, что Джоа возьмет в настолько опасное путешествие свою семью. Когда старший мастер услышал эти слова, то даже не знал, что ему ответить. С одной стороны, Джоа вел себя довольно-таки нагло, но с другой стороны, его странное поведение не переходило каких-либо установленных границ. Увидев, что эксперт мира призраков ничего не говорит, один из старших мастеров произнес «Хорошо, так как время почти истекло. Давайте же отправим наших молодых мастеров в путь и пожелаем им с достоинством выполнить поставленную перед ними задачу». После этих слов все кивнули, а затем Джоа глубоким голосом произнес «Если мы хотим успешно исследовать море, то должны работать вместе. Поэтому давайте отправимся в путь на моем артефакте. Что вы на это скажите?» Как только все услышали произнесенные Джоа слова, то посмотрели друг на друга. После чего один из молодых экспертов произнес «Тогда прошу простить меня за беспокойство». Джоа же слегка улыбнулся и ответил «Прошу». После того, как все погрузились на корабль, Джоа попрощался со старшими мастерами и, вернувшись на Плутона, отправился в путь. Что же касается экспертов, достигших стадии долголетия, то они вздохнули с облегчением, а потом один из них произнес «А этот Джоа и в самом деле удивительный человек». «Очень жаль, что все закончатся именно вот так». В это же время другой старший мастер улыбнулся и сказал «Кто знает, может ему и в самом деле удастся вернуться живым». В конце концов, Джоа уже и так сотворил довольно много удивительных вещей, так что может ему и в этот раз удастся сделать что-то невероятное. Джоа же не особо задумывался о тех, кого он взял на Плутона. Все дело в том, что энергия корабля в значительной степени блокировала их ментальные силы, поэтому для них полет проходил довольно-таки скучно. Тем не менее, речь в большей степени шла о происходящем снаружи. С другой же стороны, эксперты сразу же заметили более 10 000 живых существ и огромное количество немертвых. Заметив их замешательства, Джоа взглянул на них и слегка улыбнулся. «Это мои ученики из мира сокровищ. На этот раз я взял их с собой, чтобы показать поле битвы в Антзе». Более того, мне не кажется, что наша экспедиция и в самом деле может завершиться довольно-таки неплохо. Естественно, что молодые эксперты, услышав его слова, оказались ошеломлены. Для других это путешествие являлось фактически верной смерть, но похоже, что Джоа даже не воспринял его всерьез. Неужели он так уверен в своих силах? Джоа же тем временем взглянул на них и слегка улыбнулся. «Мы пришли из разных миров, но у нас есть и кое-что общее». Наши позиции в родных пространствах оказались довольно-таки слабыми. Однако, если мы успешно завершим эту задачу, то сумеем очень сильно поднять свой статус. Однако, услышав эти слова, один из экспертов о задаче нас спросил. «Сэр, вы издеваетесь? Как ваше положение в мире сокровищ может быть слабым? За вами же фактически стоит Муя, главный лидер этого пространства?» Джоа же горько улыбнулся. «Это было раньше. Думаю, вы все должны знать, что в мире сокровищ старшие мастера, возглавляющие его, сменяются каждые 10 лет. Теперь их возглавляет старейший Нашин. Вот только между ним и Муя существует довольно-таки длительная вражда. Вот я и стал первой жертвой очередного обострения. Глава 1535. Экспедиция. После этих слов молодые эксперты лишь понимающие кивнули. Как-никак все они стали жертвами различных политических интриг в своих родных мирах. Тем временем Джоа, продолжая разговаривать с ними, выпустил серебряную иглу, чтобы отправить в пространственную ферму ближайшие к ним темные облака. Хотя Джоа не боялся урона, что могли нанести эти тучи, глава клана Будавсе еще вел себя довольно-таки осторожно. Ведь если они могли нанести урон старшим мастерам, то и ему не стоит слишком легкомысленно относиться к этому природному явлению. В этот момент раздался звук шагов и, естественно, что все тут же оглянулись. После чего увидели девушку с длинными волосами. Она подбежала к главе клана Будда и произнес. Старший брат, ты должен заступиться за меня, они издеваются надо мной. Увидев эту девушку, молодые эксперты оказались ошеломлены, так как не могли понять на каком она уровне. Вот только в тот момент, когда они все ошарашенно замерли, девушка покачала своими волосами и последние начали двигаться словно живые змеи. Крак внезапно раздался звук разрываемой кожи, из горла эксперта мира призраков вырвалась кровь. В тот же момент все заметили, что на волосах у девушки имеются острейшие костяные крюки. Естественно, что все молодые эксперты оказались еще больше ошеломлены, а затем их лица изменились. Разумеется, они тут же попытались взлететь, но обнаружили, что окружены бесчисленным количеством немертвых. Конечно же молодые эксперты не осмеливались пошевелиться, так как прекрасно понимали, что против настолько огромного численного преимущества им явно не выстоять. Разумеется, что их лица не могли не стать уродливыми, а один из них посмотрел на главу клана Будда и глубоким голосом спросил, и что все это значит. Джа же в свою очередь посмотрел на него и, слегка улыбнувшись, ответил, а не стоит так сильно волноваться. «Поверьте, произошедшее не имеет к вам какого-либо отношения. Все дело в том, что на пути к месту сбора на меня напал старший мастер мира призраков. Так что вы и сами должны понимать, что я не мог оставить в живых представителя этого пространства. Что же касается вас, то у меня и в самом деле нет к вам никаких претензий». Сказав эти слова, Джа махнул рукой и убрал всех бессмертных, а также тело погибшего. Джулия же тем временем с презрением посмотрела на молодых экспертов, а затем фыркнула и ушла. Стоит упомянуть, что девушка выглядела весьма обворожительно, двигалась довольно грациозно. Поэтому совершенно неудивительно, что многие из экспертов поддались искушению и в их головах промелькнули не самые хорошие намерения. Тем не менее, увидев ее силу, они поняли, что эта красотка является старшим мастером, так как в любом другом случае эксперт мира призраков успел бы хоть что-то предпринять и попытался бы защититься от ее удара. Сейчас же никто из молодых экспертов совершенно не понимал, как Джа удалось уговорить поехать вместе с ним старшего мастера. Тем не менее, отношения между этими двумя явно не могли трактоваться двояко. Джа же, увидев их замешательство, слегка усмехнулся и сказал, «Это моя супруга Джулия. Лишь только благодаря ей мы сумели убить старшего мастера из мира призраков». Хотя глава клана Будда говорил довольно-таки тихим и спокойным голосом, но для всех собравшихся его слова стали самым настоящим ударом молнией. Ведь они сумели убить никого-либо, а старшего мастера. Насколько сложно одолеть такого противника? Честно говоря, это и в самом деле просто невероятная задача. Ведь даже во время последней войны погибло лишь несколько старших мастеров, да и то в битве с равным по силам противникам. Сейчас же Джа говорил, что они вдвоем сумели одолеть настолько опасного эксперта. Естественно, что мало кто поверит в его слова, но теперь они стали куда более настороженно относиться к главе клана Будда. Тем временем один из экспертов все-таки спросил, «Мистер Джа, что вы этим хотите сказать? Если у вас и в самом деле нет к нам никаких претензий, то почему вы не даете нам покинуть корабль?» Джа посмотрел на несколько человек, а затем слегка улыбнулся, «Пожалуй, Стани стоит так волноваться, через несколько дней вы вполне сможете уйти. Уж прошу меня простить, но я должен убедиться, что никто из вас не захочет вернуться, чтобы рассказать о случившемся с экспертами мира призраков». Как только глава клана Будда произнес эти слова, то все сразу же поняли, что он хочет сохранить все случившиеся на судне в тайне. Похоже, ему не хотелось конфликтовать с миром призраков. Осознав это, молодые эксперты почувствовали облегчение, ведь в словах Джа имелся иной смысл. Похоже, он и в самом деле был уверен, что ему удастся вернуться живым из этой экспедиции. Ведь в противном случае он бы не стал опасаться возмездия со стороны мира призраков. Поэтому, когда эксперты обдумали услышанные слова, один из них обернулся и посмотрел на главу клана Будда, а потом со смехом сказал, «Хорошо, мистер Джа, можете не волноваться, все, что мы увидели, останется гнить в наших желудках». «Тем не менее, мы бы хотели еще немного позлоупотреблять вашим гостеприимством, вы же не против?» Джа же, в свою очередь, даже не знал, что ему ответить. Похоже, эти парни были готовы пойти на все, лишь бы только выжить. Тем не менее, через некоторое время он все же произнес, «Почему бы и нет?» «Хэм, а давайте устроим небольшой банкет и выпьем по несколько бокалов вина». Естественно, что после этих слов несколько девушек принесли еду и напитки, однако после этого они практически немедленно развернулись и ушли. А все молодые эксперты оказались довольно-таки удивлены, увидев еще несколько очень и очень красивых девушек. Никто из них не ожидал, что у Джа окажется так много прекрасных жен. Тем не менее, прекрасно помня на что способна Джулия, никто из них даже не попытался хоть как-то выразить свое восхищение или симпатию. В конце концов, никому не хотелось повторить судьбу представителей мира призраков. Тем временем Джа поднял свой бокал и, глядя на молодых экспертов, произнес «Сегодня мы все начали довольно-таки увлекательное путешествие. Так давайте же выпьем за то, чтобы нам всем улыбнулась удача и мы достигли своей цели». После этих слов все остальные также подняли свои бокалы и осушили их. Джа же, увидев это, добавил «Прошу попробовать закуски, это наша специально приготовленная еда, она не только вкусна, но и крайне полезна». Тем не менее, эксперты все равно лишь жадно посмотрели на стол, но не смели прикоснуться к закускам, уж слишком много времени прошло с тех пор, как они ели подобную пищу. Джа, в свою очередь, совершенно не стал принимать это слишком близко к сердцу. Он взял свои палочки и начал есть. Видя это, остальные эксперты убедились, что с едой все в полном порядке, и поэтому также решили попробовать несколько блюд. После небольшого перекуса Джа предоставил каждому эксперту отдельную каюту, чтобы они могли отдохнуть. Сам же он вернулся в пространственную ферму. Как и следовало ожидать, после получения темного облака, глава клана Будда сумел подтвердить, что оно состоит из энергии лень. Более того, как и предполагал Джа, теперь Плутон больше не будет получать от них какого-либо урона. Более того, сейчас пространственная ферма могла использовать темные облака в качестве оружия. Тем не менее, на данный момент они пока не встретили токсичного фиолетового тумана. Впрочем, Джа не видел в этом какой-либо проблемы. Рано или поздно они сумеют устранить эту проблему, после чего смогут совершенно спокойно заняться исследованием морей. Лаура принесла своему возлюбленному чай, а затем озадачена спросила, «Джа, зачем мы оставили этих парней? Не было бы значительно проще оставить их или даже убить?» Джа же с небольшим хихиканьем ответил, «А зачем, если так они будут намного полезнее?» «Во-первых, эти парни хотят лишь возвыситься в своих мирах, и так мы сможем завести несколько неплохих знакомств, если же, конечно, достигнем успеха. Ну, а во-вторых, так у нас будет несколько хороших свидетелей, если мы ничего не найдем». Услышав эти слова, Лаура кивнула, но потом спросила, «Может нам стоило взять с собой нескольких старших мастеров?» В конце концов, к их словам прислушается куда больше людей, чем к мнению этих парней. Джа в свою очередь улыбнулся и сказал, «Старшие мастера уж слишком чувствительны, и поэтому если они действительно согласились бы отправиться с нами, то могут раскрыть несколько наших весьма важных секретов. Более того, если подобное и в самом деле произойдет, то даже избавиться от этих экспертов будет довольно-таки сложно. К тому же, потом нам пришлось бы еще и оправдываться перед их мирами. Нет, эти парни могли доставить нам слишком много проблем». Лаура посмотрела на своего возлюбленного и спросила, «Брат Джа, ты действительно собираешься поглотить поле битвы Ваньцзи?» Джа же слегка улыбнулся. Он прекрасно понимал, о чем именно говорила Лаура. Глава клана Будай в самом деле хотел медленно пожирать поле битвы Ваньцзи и начать планировал с мира сокровищ. Но ему оставалось лишь придумать, как именно приступить к выполнению этой задачи. Внезапное нападение Джулии на царство бессмертных еще раз указало на существование невидимой руки. Но если это и в самом деле так, то и за полем битвы Ваньцзи кто-то должен внимательно следить. Джа же планировал объединить все миры под одной рукой и заставить невидимого кукловода хоть как-то проявить себя. Глава 1536. Появление черного дракона. Причина, из-за которой Джа так хотел знать, существует ли тайная рука, заключалась в его желании разобраться, что же происходит с ним самим. Глава клана Будай всегда чувствовал, что поле битвы Ваньцзи очень похоже на место, где проводят петушиные бои. Некие силы вбрасывают сюда своих марионеток и наблюдают за происходящим. Естественно, не забывая то и дело запускать опасные события, такие как нашествие зергов. Именно по этой причине Джа хотел бы использовать метод пожирания, чтобы шаг за шагом подчинить себе все миры поля битвы Ваньцзи. Он хотел увидеть, существуют ли кукловоды, а также проверить, какие методы противодействия ему они будут использовать. Когда Лаура посмотрела на Джа, то практически сразу поняла, о чем именно тот думает. Глава клана Будда ничего не говорил, но было прекрасно видно, что он размышляет как раз таки о таинственных кукловодах. Естественно, что Лаура совершенно не возражала против всего этого. Все-таки ей очень сильно не нравилось чувствовать себя всего лишь шахматной фигурой, поэтому Лаура посмотрела на своего возлюбленного и произнесла, «Брат Джа, а ты уверен, что время пришло?» Девушка действительно немного беспокоилась. Да, сейчас они находятся на поле битвы не так уж долго, и поэтому далеко не все силы обращают на них какое-либо внимание. Однако стоит им сделать действительно серьезный шаг, и количество проблем, появившихся перед ними, начнет возрастать с огромной скоростью. Тем не менее, Джа слегка улыбнулся, а потом ответил, «Даже если мы будем бездействовать, то рано или поздно силы, стоящие за полем битвы в Анцзе, узнают о нас. Вот только в этом случае мы будем не готовы противодействовать им, ведь так?» Лаура же кивнула и сказала, «Тогда все в порядке. В любом случае, благодаря миру сокровищ мы уже и так собрали все самые лучшие из поля битвы в Анцзе. Поэтому, даже если потеряем его, то не получим особого ущерба. Более того, после последнего улучшения пространственной фермы мы и в самом деле можем позволить себе начать действовать». Джа в свою очередь слегка улыбнулся, «Не стоит так волноваться. Мы не станем спешить и будем действовать шаг за шагом. Сначала посмотрим, что же находится за этими морями. Кто знает, может нам и в самом деле удастся найти что-то интересное». Однако в этот момент Каер вдруг сказала, «Брат Джа, посмотри, кажется, что это ядовитый пурпурный туман». Услышав подобное, глава клана Будда повернул голову, чтобы посмотреть на экран и действительно увидел, что в их сторону движется действительно что-то довольно-таки необычное. Джа же прошептал, «Хорошо, тогда возьми немного ядовитого пурпурного тумана и переправь его в пространственную ферму». Разумеется, что Каер сразу же выполнила это распоряжение. После чего Джа тут же услышал сообщение, «Обнаружен высокотоксичный газ, провожу извлечение токсинов, извлечение завершено, провожу добавление ядовитых веществ к токсинам пространственной фермы, добавление завершено, пространственные токсины улучшены. Теперь они смертельны для всех, кто на стадии истинного мастера и ниже». Истинный мастер после отравления способен прожить максимум три дня. «Эксперт стадии разделения духа сможет прожить максимум месяц, длительность жизни эксперт на стадии долголетия после отравления сократится на сто лет». Услышав подобное, Джа не мог не удивиться. Он совершенно не ожидал, что пурпурный туман окажется настолько ядовитым. Но в это время Каер взглянула на главу клана Будда и сказала, «Брат Джа, не стоит так удивляться». На самом деле этот токсин не так уж ядовит. Просто он довольно хорошо сумел смешаться с остальными отравляющими веществами пространственной фермы. Вот почему его отравляющий эффект оказался настолько смертелен. «Впрочем, у нас есть противоядие, поэтому можешь не волноваться». Джа же кивнул и глубоким голосом сказал, «Хорошо, раз он никак не повлияет на нас, то летим прямо в него». Услышав это, Каер кивнула и скорректировала курс Плутона. Но в этот момент изображение на экране внезапно сменилось и теперь оно показывало палубу корабля, по которой ходило несколько молодых экспертов. Как только Джа увидел, что они вышли, то не мог не нахмуриться, и тут же появился рядом с ними. Сейчас эти парни довольно-таки сильно побледнели, глядя на ядовитый пурпурный туман. Один из них подошел к главе клана Будда и спуганным голосом спросил, «Мистер Джа, а мы сможем пережить этот ядовитый туман?» Говорившего звали Сян Бо и он уже сумел достигнуть стадии разделения духа, так что обладал весьма существенной силой. Джа же, глядя на него, слегка улыбнулся и ответил, «Будьте уверены, все в порядке и ничего не случится». Услышав это, Сян Бо почувствовал облегчение, а затем осмотрелся и сказал, «Брат Джа, ваш корабль действительно хорош, неудивительно, что вам удалось так быстро создать себе имя на поле битвы Ваньцзе». Хотя он и хвалил корабль Джа, но глава клана Будда все же обнаружил, что его лицо все еще очень напряженно. Впрочем, как и у всех остальных, можно сказать, что если бы не появление возлюбленного Лауры, то все эти парни уже давно бы сбежали. Вскоре пурпурный туман полностью окутал Плутона, однако при всем при этом он не оказывал какого-либо влияния на судно. Корабль совершенно спокойно продолжал лететь заданным курсом. Видя эту ситуацию, Сян Бо не мог не вздохнуть с облегчением. Но затем он уставился на Джа и сказал, «Пожалуй, с таким кораблем мы и в самом деле сможем с успехом завершить возложенную на нас миссию». Услышав подобное, Джа слегка улыбнулся, «Если нам удастся это сделать, то мы значительно повысим наш статус, так как преуспеем там, где провалились все наши предшественники». Ха-ха-ха. После этих слов все остальные тоже обрадовались. Как-никак, если все получится, то они совершат нечто весьма грандиозное. Тем временем глава клана Будда, глядя на них, глубоким голосом сказал, «Тем не менее, нам нельзя воспринимать все это слишком легкомысленно. Уверен, что в этих морях есть что-то куда более опасное, чем пурпурный туман. Поэтому каждый должен оставаться крайне настороженным». Через некоторое время Плутон прошел сквозь ядовитый пурпурный туман, и теперь они отошли на весьма значительное расстояние от материка. Однако сейчас впереди виднелось все больше и больше темных облаков. Джа же посмотрел на всех, а затем глубоким голосом произнес, «Всем стоит вернуться и некоторое время отдохнуть. Если что-то случится, я обязательно сообщу вам». После этих слов эксперты кивнули и отправились по своим каютам. Впрочем, иного выбора у них все равно не имелось. Джа в свою очередь отправился в пространственную ферму, но оказавшись там увидел, как Каир наблюдает за детьми. Сейчас последние как раз тренировались. Да, теперь они путешествовали, но и о тренировках забывать уж точно не стоит. Джа же это совершенно не волновало. В настоящее время они не столкнулись с какой-либо опасностью и не нашли ничего интересного. Вот таким вот образом неосознанно пролетели два дня. За это время ничего особенного не случилось, однако темных облаков становилось все больше и больше. Поэтому сейчас Плутон летел буквально над морской гладью и едва не задевал их. Что же касается молодых экспертов, то они больше не выходили из своих кают. Впрочем, для таких людей провести два дня в медитации это вполне нормально. Впрочем, дети все это время также не поднимались на палубу Плутона, так как смотреть было попросту ни на что. Вместо этого они тренировались под присмотром своих наставников. Впрочем, в какой-то момент Каир внезапно сказала, «Брат Джа у нас проблемы». Услышав эти слова, Джа сначала замер, а потом немедленно подошел к экрану. Глядя на дисплей, на котором увидел нечто действительно опасное, довольно далеко от них то и дело сверкали мощные вспышки молний. Казалось, что вот-вот должна начаться мощная гроза. Джа посмотрел на черное облако и сказал, как далеко оно от нас. И насколько опасно, на что Каир ответила, «К сожалению, я не могу ответить на последний вопрос. Все дело в том, что наши серебряные иглы не могут попасть в это место. Однако, если судить по данным, предоставленным универсальным анализатором, то скорее всего там скрывается какой-то монстр. Если же говорить о расстоянии, то уже через час мы будем там». Услышав эти слова, Джа озадаченно спросил, «Можем ли мы обойти это место?» Каир же сначала кивнула головой, но потом внезапно сказала, «Боюсь, что уже слишком поздно, так как в нашу сторону мчится черный дракон. Но как он нас заметил? И почему его скорость настолько огромна?» Когда Джа внимательно посмотрел на экран, то обнаружил, что что-то черное, похожее на змею, быстро приближается к ним. Но глава клана Будда был уверен, что это не змея, потому что довольно-таки четко видел огромные лапы с четырьмя когтями. Когда глава клана Будда увидел этого дракона, то сразу же понял, что столкновение с ним окажется довольно-таки сложным испытанием. Тем не менее, его появление уж точно никак не связано с молодыми экспертами, находящимися на борту его судна. Что же касается этих парней, то они и в самом деле даже не догадывались о происходящем. Однако в какой-то момент прямо в Плутона ударила огромная молния, после этого корабль слегка замерцал, но, прежде чем они успели сообразить, что происходит, Плутон направился прямо к черному дракону. Стоит отметить, что подобное ошарашило даже самого монстра. Тем не менее, его голова качнулась, а четыре гигантских когтя поймали Плутона, но когда они схватили его, то появилась электрическая вспышка, и дракону пришлось отпустить свою добычу. Разумеется, что когти этого существа также могли испускать молнии, однако корабль использовал несколько иной вид электрических разрядов. Более того, глава клана Будда прекрасно понимал, что подобный трюк не заставит дракона отступить. Нет, он обязательно придет за ними. На данный момент Джао планировал избегать атак монстра так долго, сколько это возможно. Впрочем, он прекрасно понимал, что Плутон не сможет попросту сбежать от этого существа, ведь дракон нашел их просто на невероятно огромном расстоянии. Более того, как только огромный монстр собрал в своей пасти мощный электрический заряд и ударил им Плутона, то практически сломал магический щит. Иными словами, в этот момент всего-навсего один удар когтем мог натворить очень и очень много бед. Глава 1537. Ожесточенная битва. Сила черного дракона находится за пределами воображения Джао, причем глава клана Будда был абсолютно уверен, что его физическая мощь совершенно не уступала удару молнией. Более того, тот факт, что дракон пытался схватить корабль своими когтями уже показывал, насколько монстр в них уверен. Щит Плутона не так уж легко сломать, тем не менее, молнией практически удалось это сделать. Более того, эта атака электрическим разрядом, похоже, была способна разрывать духовные связи и разрушать печати. Сила этого черного дракона определенно намного превосходила мощь обычного старшего мастера. Даже просто взглянув на его скорость, вы поймете, что у эксперта, достигшего стадии долголетия, нет ни единого шанса сбежать. Иными словами, и Джао не сможет это сделать, если только не воспользуется пространственными силами. Однако Джао не хотел убегать. Сейчас он собирался сразиться с черным драконом. Поэтому Джао махнул рукой, и Плутон тут же использовал свои пушки. Множество снарядов устремились к огромному монстру. Черный дракон оказался довольно-таки удивлен происходящим. Во-первых, его молния не сумела пробить щит Плутона, а во-вторых, судно принялось контратаковать. Фигура черного дракона замерцала, а затем снаряды пролетели мимо него. Все это заставило Джао заново понять, насколько же быстр этот монстр. Тем не менее, все снаряды имели систему самонаведения, и поэтому, когда дракон уклонился, они развернулись и снова устремились к нему. Черный дракон, очевидно, также это обнаружил, и поэтому уже через мгновение его когти заискрились, и в сторону снарядов устремился электрический разряд. Очевидно, что удар молнии обладал огромной силой, и поэтому все выстрелы оказались уничтожены. Но в это время Плутон изменил направление своего полета и попытался протаранить черного дракона. В то же время Джао увеличил выработку энергии и усилил защитные характеристики судна. Естественно, что все это время пушки продолжали стрелять. Тем временем черный дракон приготовился к столкновению с Плутоном. Он вытянул свои лапы и ухватился когтями за нос корабля. Тем не менее, совладать с судном было не так уж просто. Оно вывернулось из захвата и даже сумело нанести удар по телу дракона своим корпусом. Естественно, последний не обладал всей полнотой силы, так как оказался весьма смазанным. Когти черного дракона замерцали и нанесли удар по Плутону. Тем не менее, кораблю все же удалось минимизировать удар, однако в этот момент огромный монстр открыл рот и выплюнул мощнейшую молнию. К сожалению, последняя двигалась слишком быстро, и судно просто не успевало что-либо сделать. Магический щит, оберегавший его, лопнул, и молния ударила в корпус. Тем не менее, так как тот состоял из практически неразрушимого материала, Плутон все же сумел выдержать этот удар. Тем не менее, в этот момент лицо Джао стало довольно-таки уродливым, он все еще вполне мог контролировать корабль. Вот только при этом его разум получил мощную встряску. Безусловно, если бы артефакт состоял не из серебряного союзника, то глава клана Будда, безусловно, ощутил бы невероятно сильную боль. Однако Джао не собирался бездействовать, в его руках появилось длинное копье, а затем оно немедленно устремилось в сторону черного дракона. Если же говорить о самом оружии, то ранее оно принадлежало старшему мастеру из мира призраков. Так после всех проведенных пространственной фермой усилений, оно ничем не уступало эксперту, что достиг стадии долголетия. После того, как Джао выпустил копье и приказал нанести удар по черному дракону, глава клана Будда призвал и всех своих металлических зверей. Естественно, что последние также взревели и бросились к огромному монстру. Черный дракон, увидев все это на мгновение замер, похоже, что он совершенно не ожидал увидеть так много мощных магических инструментов. Тем не менее, это не значит, что огромный монстр испугался или что-то в этом роде. Нет, он очень быстро улетел от артефактов, а затем взлетел вверх и начал всасывать в себя темные облака. Огромный монстр пил их так, словно являлся гигантским китом, что всасывал в себя воду. Тем не менее, уже через несколько мгновений он перестал это делать, чтобы открыть свою огромную пасть и выпустил темные облака наружу. Однако теперь они плотно окутали его тело. Глядя на все это, Джао совершенно не понимал, чего именно хотел добиться черный дракон. Зачем он засосал темные облака в свой живот, чтобы уже через мгновение выплюнуть его? Что он хотел сделать? Впрочем, сейчас у главы клана Будда не было времени, чтобы подумать над этими вопросами. Джао немедленно приказал всем своим магическим инструментом атаковать черного дракона. Вот только уже через некоторое время он почувствовал, что что-то не так. Все дело в том, что все артефакты начали получать довольно-таки мощные духовные удары. После этого Джао сразу же понял, почему черный дракон поступил столь странным образом. Он высосал и выплюнул темные облака, чтобы получить над ними полный контроль. Более того, Джао также обнаружил, что теперь эти темные облака не только способны наносить духовные атаки, но и могут разрушать ментальные связи. Иными словами, он понемногу начинал терять контроль над своими магическими инструментами. После этого лицо Джао не могло не измениться. Он не ожидал, что темные облака, побывав в животе у дракона, настолько сильно изменятся. Теперь они, по сути, являлись частью этого огромного монстра. Впрочем, все это напомнило главе клана Будда о территории. Данный прием довольно-таки широко использовался в нижних мирах, но после вознесения Джао пришлось от него отказаться, так как в царстве бессмертных он оказался совершенно бесполезен. Но теперь Джао прекрасно видел, что территория и в самом деле может быть крайне эффективной, более того, она довольно проста в использовании. Тем не менее, похоже, что в верхнем мире территория использовался немного иначе. Вполне возможно, что ее применение основывалось на несколько других принципах. Джао взмахнул рукой, и все его инструменты тут же покинули темные облака. Однако в этот момент в их сторону полетела очень большая молния. Когда Джао заметил это, то моментально вернул все магические инструменты обратно в пространственную ферму. В то же время он устремился вперед и покинул палубу Плутона, после чего начал накладывать печать. При этом его тело засияло золотым светом. Затем Джао махнул руками, и огромной мечтой устремился прямо к темным облакам. Более того, по пути он отразил мощную молнию. Глава клана Будда уже довольно давно выучил данную технику, но до этого момента еще ни разу не использовал ее. Теперь же у него наконец появилась возможность использовать одну из 18 техник монахов. Скорость, с которой Джао сражался с Черным Драконом, оказалась за гранью воображения Сянбо. Пока они совершенно не понимали, что именно происходит, глава клана Будда и огромный монстр довольно-таки успешно обменялись несколькими ударами. Разумеется, что использовав удар мечем из духовной цели энергии веры, глава клана Будда начал внимательно наблюдать за происходящим, так как прежде чем наносить следующую атаку, он хотел увидеть, насколько эффективной окажется текущее. И этот клинок не подвел Джао. Он вполне успешно проник сквозь облака. Более того, они даже практически не сопротивлялись этому. Тем не менее, Джао был совершенно уверен, что это произошло не только благодаря силе меча, но и энергия веры сыграла не менее важную роль. Кажется, что она все еще очень полезна. Подумав над всем этим, глава клана Будда снова выпустил свои магические инструменты, но теперь он насытил их энергией веры. После чего снова направил артефакты в сторону темных облаков. Эффект оказался очень и очень хорошим. Темные тучи действительно не могли противостоять этим инструментам, так что Джао мог вздохнуть с облегчением, но вот ситуация с черным драконом не так уж хороша. Тем не менее, глава клана Будда то и дело продолжал наносить удары. Черный дракон не осмелился принять на себя удар клинком ци. Хотя его защита весьма хороша, но он не решался подставиться под столь мощный удар. Так что ему оставалось лишь уклоняться. Впрочем, гигантский монстр то и дело контратаковал при помощи молний. Тем не менее, в какой-то момент Джао прекратил использовать клинкисты. Вместо этого дракон оказался окружен огромным количеством серебряных мечей. Этот огромный массив мечей состоял из 10 000 парящих мечей. Тем не менее, клинки не атаковали монстра, а лишь летали вокруг него словно спутники вокруг планеты. Так что через некоторое время дракон обнаружил, что его сдерживает невидимая преграда. Естественно, что черный дракон отчаянно боролся. Он хотел вырваться из формирования, созданного клинками. Хотя монстр не знал, что это, но он чувствовал, что от него исходит огромная опасность. Черный дракон использовал молнию, чтобы разорвать массив испарящих мечей, но ему так и не удалось этого добиться. Как только он наносил удар, на место поврежденных клинков вставали новые. Тем временем Джао внимательно наблюдал за всем происходящим. На данный момент он прикладывал максимум усилий, чтобы сдерживать дракона. Так теперь звездное формирование клинков использовало всю доступную главе клана Будда энергию. Иными словами, сейчас Джао снабжал свои клинки мощным потоком энергии веры. Вот только сдержать столь мощного монстра это и в самом деле очень и очень сложная задача. Джао, глядя на эту ситуацию, прекрасно понимал, что черный дракон уж слишком силен. Безусловно, что если бы не энергия веры, то он уже давным-давно проиграл бы эту битву. Что ни говори, а Джао еще никогда не видел настолько могущественное создание. Ни один из старших мастеров не смог бы сравниться с ним. Более того, не следовало сбрасывать со счетов и влияние темных облаков. Любой эксперт, попавший под их влияние, уже не мог использовать все 100% своей силы. Тем не менее, эти темные тучи совершенно не влияли на черного дракона. Более того, он даже мог использовать их в своих собственных целях. Иными словами, сейчас клан Будда вторгся в его дом и, разумеется, что у огромного монстра имелись определенные преимущества. Однако после того, как черный дракон оказался заперт в формировании клинков, он потерял это преимущество. Так что сила монстра значительно снизилась, и теперь он уже не являлся настолько грозным противником. Черный дракон также прекрасно чувствовал, что давление на него становилось все более и более мощным. К тому же, с каждым новым мгновением зверь чувствовал, что его движения становились все более и более ограниченными. Это чувство заставило черного дракона испытать глубокое отчаяние. Он не ожидал, что его новая игрушка окажется настолько опасной и невероятно смертоносной. Джаа же совершенно не ожидал, что в определенный момент черный дракон внезапно перестанет сражаться. Тем не менее, в тот же момент 10.000 парящих мечей превратились в металлические цепи и плотно опутали огромного монстра, а затем его втянули в грузовой отсек Плутона. Вот на этом моменте битва и закончилась. Глава 1538 Эволюция Джулии Джаа медленно вернулся на Плутона и выдохнул. Честно говоря, эта битва очень сильно измотала его. Джаа и в самом деле не ожидал, что молния черного дракона окажется настолько сильной. Она несколько раз сумела сломать щит Плутона. Вот только последний получил несколько усилений и в данный момент работал на своей предельной мощности. Что ни говори, а все это довольно ярко демонстрировало необычайную мощь дракона. Но куда больше главу клана Будда удивила способность монстра управлять темными облаками. Она и в самом деле весьма полезна, ведь в этом месте они были практически повсюду. Иными словами, они способны стать оружием черного дракона практически в любой момент. К счастью, в распоряжении Джаа имелось огромное количество энергии веры. Можно сказать, что если бы не она, то глава клана Будда никогда бы не вышел победителем из этой битвы. Что же касается попадания черного дракона в Плутона, то это всего лишь иллюзия. Фактически, на самом деле глава клана Будда отправил его в пространственную ферму. Тем не менее, из-за сянбо и всех остальных Джаа приходилось маскировать все свои возможности. Разумеется, что как только Джаа приземлился на Плутона, он тут же получил сообщение. Обнаружен враждебный монстр. Запускаю процедуру подчинения. Подчинение завершено. Провожу анализ. Анализ завершен. Обнаружен монстр драконьего типа. Внимание, монстр родился и вырос в особом месте, и поэтому ему необходимы уникальные условия обитания. Провожу извлечение генов. Извлечение завершено. Провожу усиление всех монстров и зверей в пространственной ферме. Усиление завершено. Провожу усиление энергетического пруда Иньян темными облаками. Мощь энергетического пруда Иньян значительно увеличена. Услышав это, Джао на мгновение даже за мер он никогда не думал, что черный дракон окажется настолько могущественен. Теперь благодаря ему путешествие над морем будет проходить намного легче. В это время к главе клана Будда пришли Сянбо и все остальные. Теперь они смотрели на Джао с некоторым страхом в глазах. Естественно, что после увиденного они не могли не испугаться. Что ни говори, а сила Джао и в самом деле оказалась слишком огромной. Они слышали, что он довольно-таки могущественен, но считали, что все эти слухи довольно преувеличены. Однако теперь молодые эксперты видели, что это не так. Хотя никто из них на самом деле не сражался с черным драконом, они прекрасно чувствовали исходящую от него мощь. Поэтому, если глава клана Будда все-таки сумел одолеть его, то он уж точно обладает еще большим могуществом, чем этот ужасающий монстр. Джао же посмотрел на Сян-Бой и слегка улыбнулся. Сегодня мы в самом деле оказались в довольно-таки опасной ситуации. Я совершенно не ожидал, что на нашем пути повстречается настолько могущественное создание. Сян-Боже кивнул, а потом глубоким голосом произнес сила этого черного дракона и в самом деле огромна. Более того, он способен становиться еще более могущественным благодаря темным облакам. Похоже, что все наши предшественники погибли в лапах этого чудовища. Чжао в свою очередь прекрасно понимал, к чему ведет Сян-Бо. Вполне возможно, что в этих темных облаках скрываются и другие не менее ужасающие создания. Все дело в том, что многие экспедиции сопровождало сразу по несколько старших мастеров, однако никто из них так и не вернулся. Поэтому Чжао кивнул, а потом глубоким голосом произнес похоже, нам следует вести себя куда более осторожно. Вот только теперь мне еще больше хочется узнать, что же еще мы сможем найти в этих необычных морях. Сян-Божий лишь горько улыбнулся, он прекрасно понимал, что у него и всех остальных слишком мало сил, чтобы подобно главе клана Будо восхищаться происходящим. Чжао в свою очередь взглянул на молодых экспертов и глубоким голосом сказал, хорошо, так как сейчас ничего не происходит, вы можете идти отдыхать, я же хочу посмотреть, как там черный дракон. Сян-Божий посмотрел на Чжао и нерешительно сказал, сэр, у моего народа имеются довольно эффективные способы украшения монстров, поэтому если вам понадобится помощь, то просто скажите. Услышав это, Чжао посмотрел на Сян-Бо и слегка улыбнулся, не стоит так переживать, у меня также есть довольно хорошие способы украшать опасных существ, тем не менее, если у меня возникнут проблемы, я обязательно обращусь к вам за помощью. Естественно, Чжао прекрасно понимал, что Сян-Бо не пытался украсть дракона, просто он хотел сблизиться с Чжао, тот в свою очередь кивнул и сказал, хорошо, тогда я больше не буду вас беспокоить. После этих слов молодые эксперты развернулись и ушли. Тем не менее, когда они спустились на нижнюю палубу, остальные парни обступили Сян-Бо и один из них спросил, как думаешь, Чжао и в самом деле сможет укротить этого черного дракона. Сян-Бо же кивнул и сказал, я думаю, что это вполне возможно. Вы ведь сами видели, насколько он могущественный, поэтому, как мне кажется, у него и в самом деле есть все шансы достигнуть успеха даже в украшении настолько могущественного зверя. Услышав эти слова, несколько человек кивнули, а один из них вздохнул. Чжао и в самом деле очень могущественный, поэтому он и сумел схватить столь мощного черного дракона. Эх, когда же мы сумеем получить такого рода достижения? На что Сян-Бо глубоким голосом ответил, я слышал, как люди говорят, что в теле Чжао есть энергия веры. Честно говоря, мне все это казалось полным бредом, но теперь все это и в самом деле похоже на правду. Его энергия веры практически бесконечна, как вы думаете, почему он осмелился сюда прийти? Безусловно, все дело именно в энергии веры. Услышав эти слова, молодые эксперты кивнули, энергия веры считалась очень таинственной, многие стремились ее заполучить. К сожалению, все парни, собравшиеся здесь, являлись лишь небольшими людьми в своих мирах. Поэтому вполне естественно, что им никогда в жизни не удастся заполучить энергию веры. Размышляя об этом, парни оказались немного обескуражены, но внезапно глаза Сян-Бо засверкали. Он подумал о том, что если Чжао уже настолько сильно ценит в мире сокровищ, то после выполнения этой задачи его станут ценить еще больше. Безусловно, в этом случае им могут перепасть определенные преимущества. Размышляя об этом, Сян-Бо внезапно почувствовал, что у него появился хороший шанс стать весьма влиятельным человеком в своем мире, а возможно даже во всем регионе. Другие не знали, о чем именно думает Сян-Бо, поэтому несколько человек вздохнули и вернулись в свои комнаты. И только Сян-Бо все еще стоял на палубе и долго никуда не уходил. В данный момент он думал о своих отношениях с Джаа. Безусловно, ему было бы намного легче наладить связи с главой клана Будда, обладая определенным влиянием, однако сейчас Джаа видел в нем не более чем маленького человечка, от которого отказался даже его собственный мир. Каким образом между людьми возникает дружба? Безусловно, этот вопрос невероятно сложен и дать на него ответ практически невозможно, однако ясно одно, для возникновения дружбы люди должны находиться примерно на одном и том же уровне. Таким образом у них будет очень и очень много общего. Вот только между Сян-Бо и Джаа существовала огромная пропасть, он практически никто, а главу клана Будда называет своим братом Му-Ю, лидер молодого поколения мира сокровищ, хотя исследовать море, Сян-Бо прекрасно осознавал, что тот просто оказался в невыгодном положении из-за витка в политической борьбе, но если он сможет вернуться, то это станет большим достижением и тогда никто из старших мастеров больше не осмелится его беспокоить. Безусловно, у подобной личности будущее будет практически безграничным, но почему Джаа должен общаться с таким, как он? Долго размышляя об этом, Сян-Бо так и не смог получить хорошего ответа на этот вопрос. Поэтому, в конце концов, он мог только вздохнуть и пробормотать. Хорошо, стоит попробовать добиться всего шаг за шагом. Тем временем, Джаа вернулся в пространственную ферму и смотрел на черного дракона, однако теперь этот огромный монстр растерял всю свою свирепость и вел себя как очень большой котенок. Джаа же немного подумал, а потом повернулся к Каэр и произнес «У нас найдется подходящее место для него? Впрочем, даже если не найдется, то просто создай его». Услышав это, девушка просто кивнула. По сути, создать планету для черного дракона довольно просто. Достаточно любую из диких наполнить темными облаками. Обустроив этот вопрос, Джаа посмотрел на Каэр и спросил «А как там дела у детей?» Услышав эти слова, девушка улыбнулась и сказала «Они с огромным интересом наблюдали за твоей битвой с черным драконом, так что теперь они с энтузиазмом обсуждают ее». Джаа же улыбнулся, но в это время Джулия подбежала к нему и сказала «Брат Джаа, смотри, у меня есть новые способности». После этих слов в ее руках появилась молния. Джаа увидев это замер, а потом спросил «Неужели это сила черного дракона?» «Скажи, а темные облака тебе тоже подвластны?» Джулия в свою очередь кивнула и сказала «Да, все эти темные облака никак на меня не влияют, а я могу их контролировать. Более того, теперь мое костяное оружие способно отравлять». Джаа же, услышав это, тяжело вздохнул «Твоя способность к бесконечной эволюции просто невероятна, ты сумела получить так много пользы лишь просто потому, что мы сумели поймать очень мощного зверя». Услышав это, Джулия гордо улыбнулась, Джаа же посмотрел на нее и не мог не обрадоваться. Джулия в первую очередь являлась его женщиной и тот факт, что она настолько сильна не мог не радовать. Честно говоря, Лаура и остальные не являлись бойцами. Они были опытны в таких вещах, как анализ и управление. Даже Берри скорее умелый разведчик и убийца. И только Джулия могла сражаться в прямых столкновениях. Более того, Джаа был уверен, что ее сила не уступала его собственной. Тем не менее, самой сильной способностью Джулии является ее бесконечная эволюция. В пространственной ферме много хороших вещей. Впрочем, самую огромную пользу от них получали лишь те, кто был связан с этим странным миром. А именно Джаа и Каир, а теперь Джулия. Однако это не значит, что девушка становится сильнее мгновенно. Нет, на самом деле иметь возможность спускать молнии и уметь это делать две совершенно разные вещи. Иными словами, Джулии придется довольно много практиковаться, чтобы ее силы сумели возрасти и достигнуть того же уровня, что и у Черного Дракона. К счастью, в пространственной ферме имелось довольно-таки много мест, где она могла бы совершенно спокойно всем этим заниматься. Глава 1539, сложные вопросы дружбы. Разобравшись со всеми вопросами, глава клана Будда решил пока ничего не делать. Вместо этого он решил немного отдохнуть и понаблюдать за детьми. Сейчас они вместе со своими наставниками разбирали сражения между Джаа и Черным Драконом. Что ни говори, а глава клана Будда очень сильно любил этих малышей, впрочем, его девушкам они тоже очень сильно нравились, однако кое-что Джаа не давала покоя. Ни одна из его девушек так и не забеременела. Все это довольно-таки сильно удивляло как главу клана Будда, так и всех его супруг. Разумеется, первым делом все решили, что с ними что-то не так. Тем не менее, анализ пространственной фермы показал, что они абсолютно здоровы. Впрочем, Джаа особо не переживал. В конце концов, у них впереди еще очень и очень длинная жизнь, и поэтому рано или поздно, а дети у них появятся. В этот момент Каер внезапно сказала, брат Джаа, а ты хочешь выйти и посмотреть, что там с Сянбо? Он уже долгое время стоит снаружи, и то и дело ходит кругами. Может стоит проверить, все ли с ним в порядке? Услышав это, Джаа кивнул и сказал, да, пожалуй, и в самом деле стоит пойти и посмотреть, что с ним. После этого он покинул пространственную ферму и оказался на палубе Плутона. Тем временем Сянбо все еще прогуливался и размышлял над тем, как ему подружиться с Джаа. Именно из-за этого он и не возвращался в свою каюту. Джаа же посмотрел на него и спросил, Сянбо что-то случилось, что-то не так. Когда Сянбо услышал голос Джаа, то невольно удивился. Все-таки он являлся довольно могущественным экспертом, однако сейчас ему так и не удалось заметить приближение главы клана Будда. Тем не менее, Сянбо решил, что просто слишком сильно погрузился в свои сложнейшие раздумья. Поэтому сейчас, будучи застигнутым врасплох, он не мог не растеряться. Впрочем, он все же произнес «Ах, простите, я немного задумался, что-то не так». Джаа же покачал головой и сказал «Все хорошо, можете не волноваться, почему бы вам не отправиться отдыхать». Сянбо в свою очередь вздохнул и, посмотрев на Джаа, спросил «Сэр, как вы думаете, а какую награду мы получим, если успешно завершим это задание?» Услышав это, Джаа на мгновение задумался, а затем покачал головой и сказал «Я действительно не знаю, но на этот раз мы свершим что-то и в самом деле грандиозное. Так что, как мне кажется, награда будет не маленькая». Сянбожий посмотрел на Джаа и горько улыбнулся «Сэр, я знаю, что вы оказались здесь из-за конфликта со старейшинами мира сокровищ, однако позади вас стоит Му-Ю, и вы ведь могли и не участвовать во всем этом, ведь так?» Джаа после этих слов слегка улыбнулся, а потом ответил «Естественно, что никто не смог бы заставить меня выполнить то, что я не хочу делать». Более того, старейшина Му-Я заранее предупредил меня о намерениях старейшины Шина, однако, так как мне самому хотелось увидеть, что же находится за этими морями, я по сути сам вызвался отправиться в эту экспедицию. Когда Сян-Бо услышал это, то не мог не вздохнуть, тогда это как можно лучше демонстрирует разницу между нами. Вас в вашем мире никто не способен заставить что-либо сделать против вашей воли, а мы не способны даже хоть что возразить старшим мастерам. Впрочем, даже здесь без вашей помощи нам не выжить. Услышав подобное, Джаа с улыбкой сказал «Все в порядке, не принимайте это слишком близко к сердцу. После того, как вы вернетесь, то получите хорошую награду и рано или поздно сами сможете стать старшим мастером». Сян-Боже горько улыбнулся «Об этом довольно легко говорить». «Вот только даже совершив нечто подобное, скорее всего мы не получим что-либо действительно ценное». «Эх, впрочем, давайте просто забудем об этом. Для начала нужно хотя бы вернуться». Джаа же посмотрел на Сян-Бой и слегка улыбнулся. «Каждый эксперт должен пройти свой нелегкий путь. До этого момента вы уже пережили все виды испытаний, так что думайте о происходящем как об одном из них». «Эксперт не может двигаться вперед только в том случае, если он мертв. Если же вы не хотите шагать на месте, то просто сделайте шаг назад и пойдите новым путем. Более того, не стоит забывать, что на этот раз мы последуем по нему вместе. Можно сказать, что это своего рода судьба. Разве с сегодняшнего дня мы не друзья? Так что, если в будущем я смогу чем-то вам помочь, то обращайтесь». Сян-Бо, который ломал себе голову и думал о том, как подружиться с Джао, услышав это, даже не сразу понял, что ему стоит ответить. Все-таки то, над чем он безуспешно бился, случилось само собой. Естественно, что Сян-Бо потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, но, тем не менее, он сразу же сказал, «Мистер Джао, благодарю вас за столь теплые слова. Поверьте, они невероятно ценны для меня». Джао же слегка улыбнулся и ответил, «Не стоит, просто мне прекрасно известно, насколько трудно идти вперед, не имея какой-либо поддержки. Ведь раньше я являлся самым обычным вознесенным, и даже в царстве бессмертных на меня мало кто обращал внимания. Впрочем, сейчас все совершенно по-другому, так что я даже могу предоставить вам небольшой подарок». Сказав это, глава клана Будо достал нефритовую коробку, в которой лежал тысячелетний кровавый женьшинь. Последний являлся довольно-таки ценным ресурсом, так как мог не только способствовать развитию экспертов, но и обладал особыми исцеляющими свойствами. Вот только найти подобный корень было довольно непросто даже на поле битвы в Аньцзе. Тем не менее, эта вещь на самом деле не очень полезна для самого Джаа. Просто в его распоряжении имелось что-то намного лучше. Все-таки благодаря ускорению времени глава клана Будда мог совершенно спокойно выращивать и 10-0-0-0 корешки, что уж говорите одна тысяча. Сян Бо взял нефритовую коробку и открыл ее. Там он увидел огромный корень женьшиня. Естественно, что его лицо просто не могло не измениться. Он быстро закрыл нефритовую коробку и протянул ее обратно Джаа. Сэр, я не могу принять этот подарок. Он его все равно никакого толка. А сейчас идите отдыхать, но запомните, если что-нибудь понадобится, просто обратитесь ко мне и я обязательно помогу. Сян Бо с благодарностью посмотрел на Джаа, а потом кивнул головой и осторожно прижал к телу нефритовый ящик, а затем ушел. Поэтому он и не видел, как глава клана Будда не смог сдержать улыбку. Так Сян Бо хотел подружиться с Джаа, чтобы получить определенную выгоду. Вот только и у последнего имелись свои собственные планы, и Сян Бо станет первым шагом к их реализации. Стоя на палубе Плутона и глядя на темные облака, Джаа невольно выдохнул и пробормотал. Даже у шахматной фигуры могут быть свои собственные пешки. После этих слов Джаа огляделся и ничего не смог увидеть, так как темные облака полностью покрыли всего Плутона. Нет, они не причиняли судну какого-либо вреда, однако препятствовали использованию ментальных сил. К счастью, глава клана Будда довольно много тренировал их в подземном мире, и поэтому все же мог видеть на определенном расстоянии. Оно составляло примерно одну повышения. Продолжение следует...